Любовь Хината Аны — это самый красивый цветок, который только можно найти. Ни для кого не секрет, что наследница клана Хьюга с самого детства влюблена в мальчика, которого ненавидела почти вся Каноха. Она одна из немногих видела в нем только хорошие и переживала за него. Это потом он обзавелся настоящими друзьями и обрел семью, потом понял, что может быть кому-то дорог и важен, но в самом начале была только тихая и болезненно робкая Хината Аны. Ханаби, даже будучи малым ребенком, видела, как сильно любит светловолосого мальчика ее старшая сестра. Она любила и переживала, расстраивалась, когда его обижали, но у нее не было ни сил, ни храбрости что-то сделать и как-то ему помочь. С годами и она изменилась, став такой бесстрашной, что даже годами могла бы ей позавидовать. Одно дело действительно обладать силой, чтобы против кого-то выступить, а совсем другое — быть готовой пожертвовать собой, лишь бы дорогой сердцу человек жил. Ханаби помнит тот ужас, который испытала, когда ей только сказали о том, что у ее старшей сестры хватило смелости не просто заслонить с собой Наруто, а вступить в бой с Пейном, когда ни у кого другого на это не хватило решимости. Она помнит и ту жгучую обиду, которую испытала после, когда дурной Узумаки не кинулся к ногам Хинаты Ансь, поняв, наконец, ее чувства. По мнению Ханаби, он в тот же момент должен был забыть свою ноющую паучихи Саскиса командницу и влюбиться в ее сестру. Она понимает, что не может быть объективной, потому что Хинату обожает, искренне считая, что лучше нее на свете нет никого. Даже Неджине меркнет по сравнению с ней, потому что он был гением с рождения, его талант признавали, а Хинате Анне пришлось лепить себя самой, особенно тогда, когда их отец отвернулся от нее. Все это давно уже в прошлом, но обида за сестру в сердце Ханаби все еще жива, как и злость. Она никогда не будет такой же, как Хината Анс, никогда не будет страдать, видя улыбки, направленные не на нее, потому что если она кого-то полюбит, то вообще забудет о робости. Свою любовь Ханаби считает похожей на изящную фарфоровую вазу. Ее главное поставить в красивое место, чтобы она всем была видна, стирать с нее пыль, а уже потом поставить в нее свежесрезанные красные камелии, бледно-желтые нарциссы и розы с лепестками самого нежного розового цвета. Пусть фарфор и хрупкий, но это не цветок, который куда легче растоптать, думает она, когда на жемчужно-сером появляются ярко-бирюзовые узоры, по цвету точно как глаза Казикаги. Ханаби вздыхает и прижимает к горячим щекам свои вечно холодные ладони всякий раз, как остается наедине сама с собой и думает о Гаарисан. Она пытается себя осадить и успокоить, находит в нем какие-то изъяны, но все они в итоге оказываются незначительными. Он всегда вежлив и спокоен, он добрый и у него самая красивая улыбка на свете. Какое-то время она невольно сравнивает его с куда более эмоциональным Канкурасан, но в итоге убеждается, что это плохая затея. Братья похожи и не похожи одновременно, и то, что явно любит в кукловоде Акимичан, Ханаби находит не таким уж привлекательным. У каждого свои вкусы и потребности, и то, что дает Канкурасан своей девушке, Ханаби совсем не нужно. Она хочет получить Гаару, при котором нет-нет, арабеет и смущается, хоть и пытается это скрыть. В отличие от своей старшей сестры, она не падает в обморок, не краснеет как мака в цвет и не начинает запинаться и заикаться. Песчаники ведь не из тех, кому нравится кто-то слабый, вон, Кикучан выбрала Неджине, а Канкурасан Акимичан, которая только кажется слабой. Ханаби видела, на что способны и Кимона, и ее, честно говоря, немного пугает холодный блеск в глазах старшей сестры Яхика. За всеми улыбками и смехом очень легко забыть, что команда Айкавы-сенсей специализируется в скрытых убийствах, что каждому там дорога в Анбу, пускай и избрал ее в итоге лишь один из них. Глядя на тех, кто заинтересовал песчаников, Ханаби и сама старается соответствовать выдуманным ею же ожиданиям. Она напоминает себе, что и ее зовут принцессой клана Хьюга, что она происходит из самого благородного рода Канохи, что у нее есть ценный кекки-гинкай, поэтому и она тоже очень даже завидная невеста. Ханаби старается больше времени проводить с Гаары-сан, находит моменты, когда можно отловить его для разговора, узнает его лучше, влюбляется еще больше и пытается его впечатлить. Первым замечает ее потуги, как ни странно, не объект ее обожания, а Яхика. Он оказывается куда более прозорливым, нежели его старшая сестра, и ловит ее в конце концов в коридоре резиденции Казикаги. «Ты к нему?» — спрашивает он грубовато. Ханаби приподнимает бровь, глядя на него из-под падающей на лицо косой челки. Волосы она снова начала отращивать, посчитав, что так будет куда красивее, а вот щекочущую нос прядь так и не научилась закалывать. «Ну?» Яхика стоит, прислонившись спиной к стене и засунув руки в карманы своих широких шорт. Она бы могла подумать, что он ее ревнует, но он бегает к дочери лавочника и даже здесь, в Суне, измучил Хьюгу вопросами о том, какой же подарок отсюда привезти. Это мило, но Ханаби раздражает, потому что она не считает Яхика своим близким другом, чтобы он с ней это обсуждал. Я хотела кое-что узнать у Казикаги сама, если он не занят, не отрицает Ханаби и пытается пройти дальше, когда Яхика вдруг загораживает ей путь и кладет руку на плечо. «А давай ты потом пойдешь, а?» Яхика старается говорить спокойно, но вид у него такой, словно ему не по себе и неловко. Ханаби хмурит темные брови и толкает его в грудь, даже не удосуживаясь ответить. Вот еще, если она что-то решила, то сделает именно это, а не станет о чем-то думать. Она не Хината Аны, чтобы робеть ей тысячу раз обдумывать каждый свой шаг. Она куда смелее, поэтому у нее непременно все получится. Ханаби уверена в себе, но вся ее уверенность тает, стоит только ей свернуть за угол и увидеть Гаарусан со смутно знакомой ей девушкой. Она с ним одного роста, худая и с острыми чертами лица, и единственное мягкое в ней, это кудряшки на голове. У Ханаби язык не повернется назвать ее хоть сколько-то хорошенькой, но у Казикаги, кажется, на этот счет другое мнение. У него на лице улыбка, он придерживает девушку за локоть, когда-то тянется к нему навстречу и касается губами его губ. Ханаби резко становится нечем дышать, и только рука Яхика, хватающая ее сзади и тянущая обратно за угол, заставляет ее сделать судорожный вдох. Говорил же, дура, вздыхает он и тянет ее за собой. Я пытался тебя со вчерашнего дня найти, но ты носилась по всей суне, как угорелая. Моя сестра со своим хахалем как раз говорили об этом вечером. Я не хотел, чтобы ты расстроилась или опозорилась, поэтому... Слова Яхика тонут в гуле, который появляется в ушах Ханаби. Она молча идет за ним, чувствуя болезненный ком в горле. Глаза щиплет так сильно, что она начинает тереть их той рукой, в которую не вцепился Яхика. Если Хината Ана терпела такое все эти годы, когда ее драгоценный Наруто бегал за дурной ученицей годами, то она поистине героиня. Она ведь не плакала даже никогда, а Ханаби хочется именно это сейчас и сделать. Обидно. Первые цветы, которые она ставит в свою вазу, это желтый тюльпан и белая примула. Безответная любовь и отчаяние, с которыми она не желает мириться. Каноха. 25 августа, 22 года после рождения Наруто. Когда-то давным-давно Ханаби пообещала себе, что не будет брать пример со своей старшей сестры. Как бы сильно она не любила Хинатуанс, она не желает ради кого-то, кто в ее сторону даже не смотрит, отказываться от всего. Не всем везет, вон, старания той же Сакуры-сан не окупились, она даже родила от своего учихи дочь, а он все шатается где-то, даже не думая, кажется, возвращаться домой. Ханаби знает о ее ситуации, потому что она сокомандница ее дорогого зятя, так что крутятся они теперь, по сути, в одной компании. Сакура поставила все на Саски, ничего кроме ребенка с этого не получив, и особо счастливой не выглядит. Незавидная участь, если задуматься, и Ханаби переживает, как бы ее саму не ждало такое будущее, если она начнет упрямиться. С другой стороны, Гаара-сан и учиха ничем не похожи, если его и сравнивать с кем-то, то уж с Генмой-сан или хотя бы с Конкура-сан, пускай последний и не женился пока. Ханаби часто подмывает спросить у Акими, почему уже Иначан стала счастливой женой, и Тимари-сан переехала в Каноху, и даже у ее собственной старшей сестры случилось такое дивное счастье, а у Акими нет, но не знает, как к этому вопросу подойти. Что-то подсказывает ей, что ответа она не услышит, и Экимона не хуже Кикучан слиняет, лишь бы только ничего не объяснять. У нее с Конкура-сан как-то все удивительно просто, а местами почему-то странно сложно. Лучше уж просить совета у Иначан, ей же удалось добиться своего мужа, который старше и, наверняка, не смотрел даже в ее сторону тогда, когда она влюбилась. Жаль только, что Ханаби не очень близка с ней, чтобы задавать такие вопросы и не вызвать ответных, поэтому ей только остается анализировать все, наблюдая со стороны. Первоснаперва, Инна красивая, очень красивая, у нее прекрасная фигура даже после родов, длинные светлые волосы и лучистые голубые глаза. Ханаби долго рассматривает себя в зеркале и приходит к неутешительному выводу, вся красота досталась Хинатианы. Она на нее не в обиде, но не отказалась бы иметь грудь побольше, талию потоньше и, может быть, черты лица понежнее. С другой стороны, Гаара-сан, если и был замечен с кем-то, то совсем не с фигуристами и мягкими девушками. Может, в ее случае это даже плюс. Ладно, с внешностью своей она особо ничего сделать не сможет, а характер. Что Иначан, что, кстати, Акимичан обе веселые и улыбчивые, шумные и яркие. Вот тут уже легче, Ханаби просто перестает немного за собой следить, не хмурит темные брови, не поджимает губы, избавляется от привычки глядеть из-под лоби. Яхика первым замечает в ней эти изменения и хмыкает, дергая ее за отросший хвост, не удерживаясь от похвалы. Она, видите ли, теперь на человека хоть похожа. За это он тут же получает ладонью в солнечное сплетение, и Ханаби отказывается испытывать хоть какие-то муки совести, когда видит его согнувшимся пополам. Сам виноват, нечего ей демонстрировать, каким наблюдательным и злоязыким он может быть. Пусть лучше своей красавицей занимается, а не к ней лезет. Ханаби и так забот хватает, без него. Она все делает, чтобы стать лучше, но даже не Гаары-сан ради старается, а для себя. Ей кажется, что такое она себе даже нравится больше, и внезапно осознает, что может нравиться кому-то еще. Джонин из камня обращает на нее внимание далеко не первым, но он рыжий и светлокожий, немного выше нее, и она решает, что почему бы и нет. Ханаби старается выглядеть уверенной и расслабленной, уговаривает себя не отворачиваться от поцелуев и хотя бы попытаться получить удовольствие от происходящего. Не выходит. Парень не делает ничего плохого, но второй раз она с ним ничего пробовать не хочет. Она даже в душ у него не заскакивает, а добирается до малюсенькой квартирки, которую выделили ее команде, и там уже закрывается в ванной. Испачканное нижнее белье она стирает руками, а потом смывает с себя все следы страсти, несколько раз намыливаясь и смывая пену. Ей как-то стыдно за собственную слабость, но она убеждает себя, что всякое бывает. Ничего страшного не произошло, так о чем ей переживать? Она и не переживает, не страдает и не выглядит как жертва чего-то, когда на следующий день появляется на людях. Наки Кучан, которая с ней вместе на миссии как капитан команды, правда, долго смотрит на нее, а потом спрашивает, все ли в порядке. Ханаби это немного удивляет, потому что Снеджиня та уже рассталась, поэтому не должна переживать о ней, но, тем не менее, улыбается в ответ и благодарит за беспокойство. С ней все в полном порядке. С ней все в полном порядке потом и на общей миссии с Шиноби-молнией, где она сама решает выбрать себе кого-то. Ее взгляд падает на рослого парня с выпуклыми венами на руках. Он светловолосый и светлоглазый, в целом, ничего особенного, но у него приятный смех. Ханаби вспоминает, как та же Иначан флиртует со своим мужем и пытается ее повторить. Даже если и получается неловко, то парня это не смущает. Второй раз куда лучше первого, и она даже не испытывает омерзения. На следующее утро она соглашается повторить, хоть какого-то невероятного блаженства не испытывает. Просто приятно, просто ей понравилось, что кто-то ее хочет. На робкое предложение куда-то сходить после миссии Ханаби отвечает решительным отказом. Она все еще думает о Гааре и когда оказывается в постели с одним из приехавших в Каноху дипломатом. Устраивать себе такие развлечения дома, конечно, не лучшая идея, но она достаточно осторожна, чтобы до ушей отца ничего не дошло. Разбираться с тем, что он думает по поводу подобного поведения своей младшей дочери, у нее никакого желания нет. Нет и желания выслушивать Неджиния, который непременно попытается вытрясти из нее всю душу. Она вообще ни с кем об этом не хочет разговаривать, только Яхика каким-то образом оказывается тем, с кем ей удается немного пооткровенничать. За последние пару лет он знатно вымахал, догнав Гему-сан, если даже не обогнав его немного. Все же, его покойный отец был высоким, неудивительно, что сын пошел в него. Я одного не пойму. Ты всех перетрахать решила по пути к своему песчанику? Спрашивает он у нее, когда они сидят вместе после тренировки. Устраивать спарринги вошло у них в привычку где-то после войны. Обычно к ним присоединяется еще и Канахамару со своей командой, но сегодня у них у всех дела. Или тебе лавры на миаше покоя не дают? Мне кажется, что половина детей Суны, рожденных в последние годы, его хиродела. Рук, ты хотел сказать? Лениво фыркает Ханаби, растянувшаяся на траве. Она выгибается, как кошка, на что Яхика смотрит ровно секунду, прежде чем ставит на ее оголившийся живот бутылку холодной воды. Ханаби взвизгивает и тут же швыряется ею в него. Нет, я сказал именно то, что хотел сказать. Знаешь ли, делать детей руками — это уникальная способность змеиного Саннина. Он легко ловит бутылку и невинно хлопает глазами. А что, ты так и не поняла, откуда дети берутся? Давай сходим к Ируке Сэнсею и спросим у него. Я уверен, он нам все объяснит. Придурок. Напомни, почему мы друзья? Ханаби закатывает глаза и поднимается на ноги. Она стряхивает с одежды, налипшую на ткан траву и тянется, с удовольствием хрустя шеей. Потому что я и мои милые маленькие ящерки первыми узнаем о том, когда твой драгоценный Казикаги должен прибыть в Каноху, насмешничает Яхика, показывая ей гурея. Ящерица выползает у него из-под рукава и устраивается на широкой ладони. У него, отмечает Ханаби, они отличаются от тех, которых она видела у его сестры. Акимичан выводит куда более изящных особей, а Яхика предпочитает не мудрствовать. Стили боя брата и сестры Якимона все же очень сильно отличаются, даром, что база у них одна. Младший предпочитает не отпускать от себя противника, в то время как его сестра держит дистанцию. Забавно, а с другой стороны вполне логично, потому что они могут хорошо работать в связке. Можешь, кстати, идти прихорашиваться. Он завтра днем будет здесь. Они задержатся дня на три, а Кимианы потом со своим хахалем в суну умотает. Объяснение Яхика, впрочем, Ханаби уже нисколько не волнует. Она даже толком не прощается с ним, когда срывается с места и несется к поместью Хьюга. Все ее мысли о встрече с Гаарой-сан. Он вспомнит ее. Он же был рад подаренному ему кашпо и всегда был с ней ласков. Он сможет обратить на нее внимание, сможет захотеть. Ханаби залетает к себе в комнату, минуя всех многочисленных родственников и скидывает с себя одежду. Если все пойдет так, как надо, то ей нужно выглядеть хорошо, приятно пахнуть ей. И на этом она вдруг сбивается с мысли и смотрит на себя в зеркало. Нет, она не будет из кожи вон лезть, чтобы понравиться. Лучше она заставит его разглядеть в ней то, что заметили еще до него. С тех самых пор, как Гаара стал Казикаги, он не так уже часто покидает страну ветра. Конкура дразнит его тем, что он скоро корни пустит в своем кабинете, но оба понимают, что ему ходить на миссии как минимум неразумно. Да и не отпустит его, главу деревни, никто в бой без особой надобности. Время нынче, к счастью, мирное, поэтому он занят куда более скучными, пусть и необходимым делами. Союз с Канохой хоть и избавил их от острой проблемы с продовольствием, в частности тот злосчастный участок земли, дарованный Суне во время Гакаги Кайдансамим Шадай-Хакаги, окончательно перешел в право владения песчаников, что подтвердил новый договор, оспорить который уже никто не сумеет, а все равно провизии хватает чуть ли не впритык. Суна давно не такая нищая деревня, в которую прибыли в свое время брат и сестра Рицуми, но Гаара все равно недоволен. Они живут торговлей и добычей ресурсов из каменных шахт, которым теперь можно уделять больше внимания, только этого мало. Гаара загорается идеей искусственного озеленения, которым начали заниматься в Кире. Ради этого он отправился в страну воды, а на обратном пути согласился с настойчивым предложением Рокудайми задержаться в Канохе. За посланием Хатаки Какаши, разумеется, стоял никто иной, как Наруто, порядком соскучившийся по своему другу. Впрочем, Шакамару тоже мог повлиять Тимари уже давно за завало младших братьев в гости. Она не сказать, что так уж давно перебралась в Каноху, да и в Суне бывает частенько, но все равно видит их уже далеко не так часто, как привыкла. У нее тут, конечно, есть Накику, только вот ее мало. Мало одной только старшей сестры Казикаги и самой Рицуми, каждый раз ворчащей, что ни один из ее братьев, что родной, что названный, не спешат ее навещать. Она до сих пор поминает ему, что это он, Гаара, отправил ее в Каноху, а теперь еще и не может выкроить время, чтобы показать здесь свое лицо. К Ичи у нее те же претензии, но он и в Суне появляется от случая к случаю, потому что талантливый Ириенин нужен всем и везде. По лицу конкура Гаара понимает, что и тот хочет заглянуть в союзную деревню. А Кими он не видел уже месяца два и теперь ему не иметься, как ни странно, но рыжеволосая Екимона, сама того не зная, очень сдерживает мерзкий нрав кукловода, чей характер становится только тяжелее, когда он чем-то недоволен. Иринин удовлетворен, думает про себя Гаара, наблюдая за тем, как конкура стучит пальцами по своему колену. В этом они очень похожи с Тимари, характер той тоже портился, если разлука с Шакамару затягивалась, а ведь они встречаться начали даже не сразу после войны. Понять, почему они так себя ведут, Гаара может, и сам невольно завидует. Ему тоже хочется чего-то подобного, сам он вряд ли будет способен тосковать по кому-то так отчаянно, как это делает Тимари с конкура, но ему хочется знать, что он кому-то нужен настолько сильно, что весь мир немил. Это ужасно эгоистично, он это признает, и пытается напоминать себе, что в жадности нет ничего хорошего. Все тщетно, сердце хочет то, что оно хочет, и тут уже ничего не сделаешь. Он хочет близости, самый простой и обычный, той, которую он наблюдает у всех. У Тимари, когда Шакамару прижимается к ее плечу своим, наклоняется к ней, и они о чем-то посмеиваются, а потом она устраивает свою руку у него на локте. У конкура, который имеет привычку не отпускать от себя Акими, демонстрируя всем, насколько же жадным он может быть до физического контакта, когда подхозяйски обнимает ее сзади. У Наруто, чуть что берущего Хинату за руку и игриво целующего ее в розовеющие щеки. У Ина, милующийся со своим мужем так, словно они только-только начали встречаться, они поженились и уже успели обзавестись тройней. У Гаары, увы, ничего такого не выходит ни с кем из тех, с кем он пытался строить какие-то отношения. Теперь он даже понимает, что подобное не вышло бы у него и с Накику. Во-первых, она любит его как брата, что является уже само по себе тем, что перечеркнула все те мечты, которые он лелеял несколько лет назад, а, во-вторых, она далеко не самый тактильный человек. Разве что с той же Акими она может позволить себе какие-то нежности, да и то во многом из-за того, что рыжую и кимона не остановить. Если уж она на нем начала виснуть в первый же месяц, как оказалось в Суне, то что могло спасти от этой же участи Рицуми, на его фоне кажущуюся куда более дружелюбной и общительной? Гаара, братец, обращается к нему к Анкура, когда они выходят из резиденции Хакаги и останавливаются на широком крыльце. Наруто отстает от них на пару шагов, отвечая на какой-то вопрос окликнувшего его Джонина. Иди погуляй, как хороший мальчик, загляни к Тимари, потом сходи в бар. Много не пей, ты у меня не умеешь, но я тебе доверяю донести себя докуда-нибудь. В конце концов, мы тут уже давно свои, пролежать до утра в кустах тебе никто не даст, а я пошел к своей. А Кими разве в деревне? Удивленно приподнимает брови Гаара, уверенный в том, что не увидит в этот свой визит ни ее, ни Накику. Они вместе с Кибой и Шино отправились на миссию, насколько ему было известно. Неужели уже успели вернуться? Конкура хитро ухмыляется и показывает ему мелкую серую гуре, удобно устроившуюся у него на ладони. Ясно, значит, эти двое уже успели пообщаться. Короче говоря, я к воротам. И, кстати, там и Хината на подходе, они как раз встретились, когда Ака Гуре ко мне отправила, Конкура кивает вернувшемуся к ним Наруто. Его жена с сыном вот уже несколько дней гостит у какой-то древней бабки, которая ну никак сама бы до Канохи не добралась, и он уже места себе без нее не находит. К хорошей жизни привыкаешь быстро, вот и Наруто привык к тому, что дома его теперь ждут. Останавливать Конкура смысла нет никакого, Наруто тоже. Гаара только вздыхает, оборачиваясь к Кузумаки, который уже глядит на него самыми печальными на свете глазами. «Ты тоже иди, соскучился же по жене», — говорит Гаара, улыбаясь. «Видеть, как Наруто тут же преображается, приятно. Грусть ему совсем не идет». «Ты лучший, Гаара! Я обещаю, мы с тобой завтра поедим рамена и... А, вот, точно! Ханаби-чан составит тебе компанию». Наруто вдруг светлеет лицом и машет рукой, глядя куда-то за спину Гааре. Обернувшись, Казикаги видит младшую сестру Хинаты, которая уже давно не была в Суне. Он даже не сразу узнает ее, угадать в ней кого-то из Хьюк легко, но вот именно Ханаби уже нет. Сколько он ее не видел, что она так выросла. Гаара-сан, Конкура-сан, вежливо кивает она им и смотрит на Наруто. «Тебе что-то нужно, Наруто-ня». «Хината возвращается, мне нужно ее встретить, займея Гаару, с меня причитается, люблю тебя». На одном дыхании выпаливает Наруто, хлопает по плечу Гаару и срывается с места так, будто может опоздать. Конкура, впрочем, в то же время зря не теряет, и под шумок вообще успевает уйти. Гаара вздыхает и, не зная, куда деть руки, скрещивает по старой привычке их на груди. Ханаби смотрит на него несколько секунд, прежде чем улыбнуться, и просовывает руку под его, устраивая ладонь на локте. Это неожиданно, даже его бывшие девушки не были склонны так сразу за него хвататься. «Буду сегодня вашей проводницей, Гаара-сан», смеется Хьюго, сдувая с лица непослушную прядь. «Покажу вам Коноху, а то Наруто-ня наверняка только вчера Курамен вас и водил». Возразить хочется ужасно сильно, но Гаара прикусывает язык. Действительно, у Наруто круг интересов несколько ограничен. Коноха. 26 августа, 22 года после рождения Наруто. Ханаби надеется, что Гаара-сан даже не думает о том, чтобы использовать какие-то свои способности и прислушиваться к ней, иначе он услышит, как предательски быстро и часто бьется ее сердце. Она боится показаться глупой и слишком радостной, но еще больше выдать свою любовь. В отличие от Хинаты-ансь, долгие годы мечтавшей, чтобы ее чувство Наруто заметил и принял. Ханаби хочет от Гаары непринятия и уступки, а чтобы он просто захотел ее. Не решил, что раз она его полюбила в 14 и любит до сих пор, то ему лучше всего быть с нею и уже на этом строить свою любовь. Ханаби оказывается жадной Гаару, она хочет получить до того, как он что-либо поймет. Может быть, это и слишком долгая дорога, но другой она для себя не видит. На свою старшую сестру она никогда не была похожа, терпеливое ожидание ей совсем не подходит. Она с большей вероятностью дров наломает и дел натворит, потом себя же и будет корить. Мысль сберечь себя для Гаары Ханаби даже не рассматривала вон, Сакурасан все бегала, ждала, а толку ноль. Ханаби такой жалкой и несчастной никогда не будет, сдаваться у нее в планах нет, но и прозябать в одиночестве она отказывается. Лучше уж опыта поднабраться, чему-то научившись, чем сидеть сложа руки. Впрочем, все ведь может измениться именно сегодня. Ей же главное увлечь Гаару, и все складывается как нельзя лучше, когда Наруто буквально толкает своего друга в ее объятия. Ханаби про себя благодарит и его, и вездесущего Яхика, и Акимичан с Накикучан и Тимари-сан, потому что они тоже одна из основных причин визита Казикаги в Каноху. В родной деревне она чувствует себя увереннее, чем в Суне, которую знает намного хуже. Нет, все непременно получится, самое главное не начать вдруг смущаться и тупить. Никакого страха Ханаби не испытывала, когда оказывалась в постели с теми парнями, на которых обращала свое внимание, но ей на них, по большему счету, было совершенно наплевать, а Гаару она хочет впечатлить настолько, чтобы он думать больше ни о ком не смог. Для этого ей для начала нужно заставить сердце биться не так, будто бы она марафон только что пробежала. Стыд и позорку Нои Челеста, дочь самого благородного клана и такое поведение. С другой стороны, узная отец о том, как легко она раздевается перед посторонними мужчинами, то он бы скорее это посчитал позором. Что же, чем меньше он знает, тем для всех лучше. Вы у нас такой редкий гость, хотя половина вашей семьи уже здесь живет, если небольшая ее часть, смеется Ханаби, когда они заходят в один из любимых ею баров. Тут тихо, в меру людно, подают хорошие закуски, среди которых как раз есть обожаемый Гаар и соленый говяжий язык. Узнать и запомнить это было легко, а Кимичан оказывается болтливо, легко выдавая какие-то такие маленькие и вроде бы незначительные детали про близких ей людей. Здесь живут только две мои сестры, поправляет ее Гаара, улыбаясь той самой улыбкой, от которой у Ханаби сладко сжимается сердце. А Нару Таня? Он же вам как брат, нет? Если да, то у вас тут три сестры, с учетом моей старший племянник, и, кстати, кланы Кимона. Вы же почти породнились с ними через Акимичан? Конкура-сан еще не женился, но его девушка носит кольцо уже сколько лет. Ханаби кажется, что года два точно, а может и больше. Вместе они так или иначе уже давно. У вас тут очень большая семья, вам надо чаще ее навещать. Ты можешь не обращаться ко мне так уважительно, у нас не такая большая разница в возрасте, замечает вдруг Гаара, на что Ханаби удивленно округляет глаза и радуется, что в баре не так уже светло, значит, вспыхнувший на ее бледных щеках румянец никто не заметит. Когда мы одни? Да, важное уточнение, соглашается с ним Ханаби, вовремя ловя себя на том, что хочет прижать пальцы к горящим огнем щеками. Гаара-не. Ханаби пытается звучать так же кокетливо, как иначе, но, кажется, ей это не очень идет. Хотя нет, это странно звучит. Гаара-кун лучше. Сакэ. Или ситю. Он тут из ботата. Еще могу порекомендовать Умесю, если ты любишь сливы. Тебе 16. Тебе можно пить алкоголь? Спрашивает было Гаара, но кашляет в кулак, когда Ханаби смотрит на него очень выразительно и приподнимает бровь. Да, действительно, нашел кого учить, тем более, что 16 лет для Шинаби далеко не детский возраст. Во время войны она была еще генином, поэтому с собой ее не взяли, но сложных и тяжелых миссий хватает до сих пор. Месю. Ничего не имею против слив. Ханаби делает заказ за них двоих и первая же притрагивается к своему напитку. Ей алкоголь нужен для смелости, а Гааре — чтобы расслабиться. Легко догадаться, что он почти не пьет, потому и осторожничает, но она совсем не этого хочет. Если он будет сдержанным, то ничего у нее не выйдет, она же знает, каким правильным и приличным он может быть. Вот ведь и не подумаешь, что раньше Казикаги был чудовищем, которого все боялись, что жаждал крови и едва не уничтожил Каноху. Ханаби вроде как и помнит обо всем этом, даже видела разрушение после неудавшегося вторжения, а все равно не может соотнести этого Гаару с тем, о котором столько слышала. Хотя, наверное, она не отказалась бы, стань он самую малость похож на себя прежнего. Для начала нужно растрепать его волосы. Ханаби не знает, кто надоумил его так прилизывать челку, но в какой-то момент не выдерживает и тянется к его голове. Они оба уже выпили достаточно, чтобы Гааре не одернул ее, а просто удивленно приподнял брови. Не носи так волосы. Ужасно выглядит, смеется Ханаби и продолжает, ее пальцы ласково очерчивают татуировку на его лбу. Она вздыхает, закусывает губу, едва не перегибаясь через стол, чтобы поцеловать его, но вовремя ловит себя на этом желании. Я бы поняла, если бы ты это делал, чтобы за тобой никто не бегал, так ведь не помогает. С чего ты взяла? Гаара на мгновение чуть наклоняет голову, подставляя лоб под ласковое прикосновение. Ему нравится нежность, догадывается Ханаби. Ками сама, да ей не жалко же, пусть только увлечется ею. Ну, ты красивый, бесстрашно заявляет Ханаби, улыбаясь шире. Она сегодня надела ту самую майку с запахом, которая, если правильно наклониться, дает увидеть ее грудь. Хинатане, заметив это, чуть ли не запретила ей ее надевать. Вот еще! Гаара то стрельнул вниз глазами, она заметила, и не раз, значит, не такая уже плохая майка. Почему за тобой бы не бегали? Молодой, красивый Казикаги, вешливый, добрый, мне продолжить список. Гаара смотрит на нее ровно мгновение, а потом начинает смеяться, щуря глаза и качая головой. Ханаби слышит его смех впервые, это не улыбка, к которой она привыкла, не усмешка, которую уже несколько раз замечала на его лице, а самый настоящий смех. Она любуется им так открыто и с таким удовольствием, что даже забывает отвести взгляд, когда он снова смотрит на нее. Только руку от его лица она и убирает. Вынуждена. Им нужен еще алкоголь. Они выходят из бара уже за полночь. Гаара чувствует непривычную легкость, он редко позволяет себе пить, предпочитая оставаться трезвым даже во время застолья в компании самых близких ему людей. Он слишком часто в детстве не мог контролировать себя, поэтому предпочитает избегать последствий опьянения. Конкура над ним из-за этого смеется, конечно, но не подсовывает стакан с чем-то крепким и не уговаривает попробовать, а больше сбивать его с пути истинного некому. Накику вон сама хоть и может выпить, едва не паникует, когда Акими начинает глупо хихикать после очередного стакана. Конкура тоже не в восторге от того, какой становится его девушка, дорога ли ей далеко, но пить она не умеет совершенно. А если не умеешь, то лучше уже не берись, думает он, вдыхая прохладный воздух. В Канохе по вечерам так свежо, как в Суне не бывает никогда. И, все же, он никогда бы не променял родную деревню ни на какую другую. Гаара слишком сильно любит Суну, слишком дорожит ею и точно знает, что его жизнь с ней связана крепко-накрепко. Он добровольно взвалил на себя обязанности Казикаги, о чем ни разу еще не пожалел, и ни за что не откажется от них до тех самых пор, пока не поймет, что его есть кому заменить на этому посту. «Я провожу тебя», — говорит Гаара, переводя взгляд на Ханаби. Он примерно знает, где находится поместье Хьюга, да и с ней вряд ли потеряется, а уж как добраться до выделенной для гостей квартиры он разберется. В том, что девушка и сама сможет дойти до дому, тем более в родной деревне, Гаара ни на мгновение не сомневается, но это какой-то дурной тон вот так с ней сейчас расставаться. «Не нужно», — качает головой Ханаби, откидывая с плеча волосы назад за спину. Она вытянулась с тех пор, как он видел ее в последний раз, и почти догнала его в росте. «Я не устала. Хочешь пройтись?» Гаара смотрит на нее искоса, когда они отходят от бара и сворачивают на менее оживленную улочку. Он не знает, куда она его ведет, и даже не спрашивает всему виной у Месю, не иначе. «Можно и так сказать», — тянет Ханаби, вдруг останавливаясь. Гаара оборачивается к ней, желая уточнить, что же у нее за планы такие, и тут же удивленно застывает, когда девушка подается вперед. Пальцами она сжимает ворот его рубашки и прижимается своими губами к его в поцелуе, который назвать невинным никак не выходит. Он не ждет от нее подобной выходки, он вообще сегодня ничего такого не ждал. Что бы могло навести его на мысли о том, что младшая дочь клана Хьюга ни с того ни с чего решит его поцеловать? Что прихватит его нижнюю губу зубами, остро прикусывая, что скользнет по ней языком, когда Гаара приоткроет рот, тут же углубит поцелуй? Что окажется вдруг так близко к нему, что он сможет почувствовать горьковатый аромат жасмина и сладковатый вкус бальзама, который каким-то чудом остался у нее на губах? Он разрывает поцелуй, но не отстраняется, придерживая Ханаби за плечи. Она смотрит на него так внимательно и пытливо, что если бы не румянец на ее скулах, можно было бы подумать, что она совершенно трезвая. «Ты пьенсь», — говорит Гаара, на что девушка только закатывает глаза и усмехается. «Ханаби. Я не настолько пьенсь, чтобы не понимать, что делаю», — хмыкает она и целует его в подбородок, снова дразнит мокрым прикосновением языка и обжигает влажным горячим дыханием кожу. «Я тебе расписку готова дать, что завтра не будет ни слез, ни истерик, если мы сейчас пойдем к тебе. А если не пойдем?» Он слышит ее смех, Ханаби прижимается к нему так тесно, что даже чувствует его. «У нее нет никакого стыда, потому что теперь она прихватывает мочку его уха губами, а следом же — снова остро, зубами. Будешь жалеть. Твой брат сегодня ночует у Экимона». Гаара хочет спросить, откуда у Ханаби такая уверенность, но не успевает. «Видимо, он выпил больше нее, или она пьет лучше него, потому что он соглашается». Поддается игривым уговорам, идет за ней следом, давая держать себя за руку и обращает внимание на ее лукавые взгляды, которые она кидает на него через плечо. В квартирке видит Гаара с улицы, не горит свет, значит там в самом деле никого нет. Он никого не слышит, когда они добираются до двери, да ему и не до этого становится. Ханаби прижимается к нему всем телом пальцами, цепляется за застежки и пуговицы, пока целует его так, словно у них совсем нет времени. Этот напор Гаару не отталкивает, но удивляет, сбивая с толку. Он не привык к такому, и ему становится неловко от того, что сам он только принимает. В конце концов, Ханаби он ловит за запястья и сжимает их прежде, чем девушка успевает толкнуть его на диван. Она уже стянула с него жилет и расстегнула его рубашку, но сама не снимает с себя ничего. Это упущение, причем, с его стороны. «Мы же не опаздываем никуда», — выдыхает он, только сейчас замечая, что голос у него стал хриплым. «Они не включают свет, поэтому видит он ее в полумраке не сказать, что хорошо. Не торопись, а то я даже не пойму, о чем мне не жалеть». Гаара шутит, и шутка эта, к счастью, оказывается уместной. Ханаби смеется и дает увести себя в спальню. Она не рассматривает интерьер, да и что тут рассматривать? Ничего особенного, даже Гаара вряд ли скажет, какого тут цвета стены. «Мы не опаздываем, но я не готова ждать долго», — ее ладони скользят по его плечам, обжигая прохладой горячую кожу. Ханаби устраивается сверху, ерзает у него на коленях и снова целует. Поцелуи у нее жадные, мокрые и грязные, 16-летние девушки не должны так целовать. «Это их», — думает Гаара, — «должны так целовать», — но ничего не говорит, отвечая все с большей охотой, и оглаживает стройное тело. Он помогает ей стянуть майку, вырез которой невольно заглядывал весь вечер, не обращает внимания, куда летит ее белье, и заставляет ее приподняться, чтобы оголить окончательно. От прикосновения к влажным, прилипшим к ее коже трусикам, Ханаби прерывисто вздыхает и сжимает его плечи. Гаара запоминает это и просовывает ладонь ей между ног, не давая снова устроиться на нем. На кровать она откидывается легко и свободно, не мнется и не зажимается, с охотой выгибается, ничего от него не скрывая. Она даже подсказывает ему, что делать, вот тут приласкать, да, можно укусить, ей это нравится, не надо тянуть, пожалуйста, ей уже так мало. Гаара втягивает в рот твердый сосок, послушно прикусывает его, но отпускает, стоит только Ханаби опустить руку вниз. Скромности у нее в самом деле нет. Гаара не помнит, в какой момент она избавляет его от штанов, но теперь касается его твердого члена ладонью. Она пробегает пальцами по стволу, слегка царапает ногтями, трет головку и стонет так, словно это он ее ласкает. Гаара и сам, кажется, издает какие-то звуки, то ли кряхтит, то ли рычит, когда она на мгновение заставляет убрать его руку от нее и сама прикасается к себе. Ханаби восхитительно мокрая, и когда она снова обхватывает его член ладонью, то Гаара едва не кончает, она пачкает его своей же влагой, скользит куда легче, и это намного приятнее. «Можешь кончить мне на живот», — говорит она, глядя на него из-под ресниц. Гаара мотает головой, потому что он не хочет кончать ей на живот. Он уже почувствовал, какая она горячая и тугая, и хочет кончить в нее, если можно. Это признание, которое он даже не помнит, как произносит вслух, вызывает у девушки усмешку. Презерватив в тумбочке. Они всегда там на всякий случай. Удивительная осведомленность. Мысль проскальзывает в его голове юрким ужом, которого он не успевает ухватить за хвост. Гаара кивает, дотягивается до ящика тумбочки и, раскатав резинку по члену, прижимается им к ней, но не входит сразу. Ему неожиданно нравится то лицо, которое делает Ханаби, когда он трется об нее, задевая набухший и чувствительный клитор. Ему нравятся и те звуки, которые издает девушка, царапая его предплечья, а потом и плечи, когда он наконец-то толкается в нее. Гаара пьян, только он уже не знает, пьян ли он из-за алкоголя или из-за секса. Ханаби притягивает его к себе за поцелуем, стонет ему в губы, что-то шепчет, поощряя, и подгоняет, сжимая его и подмахивая бедрами. Гаара жмурится от удовольствия, чувствует, как по лбу катится капелька пота, срываясь с брови. Она падает на грудь Ханаби, и он снова склоняется к ней. Ему понравилось посасывать ее соски, понравилось, как она сама толкается грудью вверх, но совсем он теряется, и теряет голову, когда снова немного отстраняется и замечает ее руку внизу. Ханаби не ждет ничего, а сама ласкает себя, пальцами кружит вокруг клитора, трет его и хнычит, от того, как быстрее и рещи Гаара начинает в нее вбиваться. Он очень хочет, чтобы она кончила до него, но он слишком возбужден, поэтому первым получает удовольствие и наваливается на девушку, вдавливая ее в матрас. Ровно на мгновение. Больше себе Гаара напередышку не дает. Девушка еще дрожит, еще часто дышит, она все еще натянута, как струна. Гаара это видит и, скатившись с нее, даже не слушает, что девушка ему говорит. Он опускает руку вниз, чтобы помочь ей. Ее возбуждение еще не успело утихнуть, поэтому снова извиваться под ним она начинает и без особых стараний с его стороны. Ханаби сжимает пальцами его запястье, то ли желая остановить, то ли наоборот, чтобы он даже не думал останавливаться. Гаара ловит ее губы, когда она поворачивает к нему голову, толкается языком в рот, а пальцами в нее, там, внизу, и чувствует дикую пульсацию и то, как она начинает крупно дрожать. Несколько мгновений они так и лежат, тяжело дыша и остывая. Гаара не открывает глаз, но чувствует через какое-то время движение рядом с собой. «Я могу уйти, а могу остаться до утра», — говорит Ханаби. Голос у нее неспокойный, еще хриплый, но веселый. «Как ты хочешь». Гаара поднимает руку, медлит мгновение, прежде чем накрывает ее грудь ладонью. Ханаби поощрительно вздыхает, когда его пальцы ласково касаются ее соска. Он недостаточно трезв, чтобы о чем-то думать и отвечать на вопросы. Он недостаточно пьян, чтобы отпустить ее сейчас и просто уснуть. «Я покормлю тебя завтраком», — обещает Гаара, на что девушка смеется и садится, толкая его в плечо и устраиваясь сверху. Слово свое ему сдержать не удается. Ханаби просыпается до него и уходит, оставляя его в странном смятении. Каноха. 27 августа, 22 года после рождения Наруто. Весь следующий день Ханаби сознательно избегает Гаару. Она не попадается ему на глаза и мнит себя той самой роковой женщиной, которая умеет играть с мужчинами. Ей хочется, чтобы он не считал ее такой же, как все те, кто уже оказывался с ним в постели. А кто-то явно был, потому что на неопытного девственника Гаара вообще не похож. Он даже позаботился о том, чтобы она сама кончила. Почему-то в глазах Ханаби это какое-то великое достижение, может, из-за того, что прошлые ее любовники далеко не всегда оказывались настолько приличными. Сбежать утром было невероятно сложно. Ханаби пару минут потратила на то, чтобы полюбоваться Гаарой, он то ли устал с дороги, то ли выпил вчера действительно много, но спал очень крепко. Ей это сыграло только на руку, потому что так она смогла рассмотреть его лицо подушечками пальцев, очертить прямой нос и скулы и пару раз даже поцеловать. Сбежала тихо, словно мышка, Ханаби тогда, когда поняла, что сейчас уже сама накинется на него и разбудит губами и языком на его члене. Она то не против, но это будет чуть погодя. Пока ей страшно не хочется показаться Гааре навязчивой. Дома ее отсутствие замечает только один из кузенов, которому она бессовестно врет, что ночевала у Хинаты Аны. Старшая сестра ее не выдаст, если тому вздумается спросить, просто сама потом начнет задавать вопросы. Это лучше, чем если бы она попалась отцу или Неджине, вот уж кто точно покоя ей нададут, а Хинаты Аны добрая и понимающая. Она даже поймет, если Ханаби все расскажет ей о своих чувствах Гааре, но ей не хочется пока этим делиться ни с кем. Яхика оказывается единственным, с кем она может поговорить, да и то только благодаря тому, что сам в свое время обо всем догадался. И раз уж он постоянно говорит о своей девушке, то почему бы ему не выслушать ее? Она находит его на высоком дубе недалеко от госпиталя Канохи. Если бы не Биакуган, то в густой листве рассмотреть его ей бы никак не удалось. Свой рассказ Ханаби старается сделать кратким и лишенным большинства деталей. Как ей не хочется слушать о том, что у друга происходит в постели, так и у него нет желания получить слишком много подробностей. «Я думал, что ты не отлипнешь от него», — хмыкает Яхика, выпуская облачко дыма. Ему 18 лет, а курит он все еще тайком, потому что Акими не терпит запах дыма и открутит ему голову, если он попадется ей на глаза. Она уже обещала сделать это, когда как-то поймала его с сигаретой в зубах. Брата она утащила на такую изнурительную тренировку, что та впечатлила даже Неджине, с которым Ханаби как раз проходила мимо тренировочной площадки. Она не была на войне, поэтому не видела, на что способны Якимона на самом деле, и ей даже стало Яхика жаль. А ведь он тоже хорош, но то ли до сих пор не догнал свою старшую сестру, то ли та была настолько зла, что это дало ей с пару десятков очков форы. Увы, несмотря на то, что после этого наказания он еле-еле дышал, от пагубной привычки так и не избавился, просто стал осторожнее. Ханаби несколько секунд смотрит на него, а потом подается вперед и приоткрывает рот. Яхика понятливо подносит сигарету к ее губам, давая затянуться. Она сама почти не курит, разве что за компанию, как сейчас. «Все в рамках плана, с уверенностью, которой у нее на самом деле нет», — заявляет Ханаби. «Ты же знаешь, что чем меньше обращать на кого-то внимания, то тем больше можно его получить в ответ». «Тебе кто такую хрень сказал?» Яхика качает головой, глядя на подругу так, словно не знает, стоит ли ее тащить к Сакурисан или Кайначан. «Отчего ее вообще лечить надо?» «Ну, хрень же!» «Ну, сам подумай», — за ним в Суне бегают. «А вот я не буду, это уже выделит меня среди других, ему станет интересно», — начинает объяснять Ханаби, но замолкает, стоит только Яхика начать фыркать. «Что?» — передразнивает он ее, забавно морщись. «То. Он может решить, что тебе ничего не понравилось и не лезть к тебе. Знаешь ли, он такой вежливый и правильный, что с него станется». А Кимьяны всегда говорит, что Казикаги куда лучше своего старшего брата. Чего только она тогда его выбрала, не понимаю, но это ее какой-то заеб. Вцепилась в своего хахаля. Яхика как всегда скатывается в недовольное бормотание по поводу выбора своей сестры. Он до сих пор ревнует ее даже не к Канкура-сан, а к Суне, в которую Акимичан скоро переедет. «Мы не о хахале твоей сестры говорим, мы говорим о его брате», — Ханаби щелкает пальцами перед лицо Яхика. Тот отмахивается от ее руки. «Сосредоточься, Яхика!» «Гаара, а не Канкура-сан, Гаара!» «А суффикс-то у Казикаги куда делся?» «Уже отношения у вас такие, что...» «Ай, ладно, не надо меня бить, ненормальная». Яхика тушит сигарету о ствол дерева и спрыгивает вниз с ветки. «Все, я пошел, у меня с Канахамару и у Доном миссия. А ты не тут сиди, а на глазах у этого своего». «Давай». Ханаби не провожает Яхика взглядом и на землю спрыгивает через несколько минут. Теперь она начинает сомневаться в своем решении не появляться у Гаара на глазах. Может, и правда это плохая идея. Она знает о нем достаточно много, но его самого не так уже хорошо. Что, если Яхика прав? Надо, наверное, немного изменить свой план и найти Гаару. Где он сейчас может быть? Надо было у Экимона спросить, наверняка он знает, потому что все тренируют контроль над своими Гуре. Да, кажется, ее план правда оказался недоработан. Ханаби делает глубокий вдох и решает начать с самого очевидного места — Ичиракурамина, в который Наруто обещал привезти Гаару. Вроде бы, у мужа ее дорогой сестры как раз сегодняшний день свободен. К счастью, Ханаби не ошибается, просто немного опаздывает, потому что из Ичиракурамен они уже выходят. Рядом с Гаарой его брат и сестры — Наруто, Акимичан и Ликун. Не такая уже плохая компания, думает она, подходя к ним ближе. Ханаби-чан! Замечает ее первым Ликун и тут же рассыпается в любезностях. Он очень славный, неудивительно, что Неджинио считает его своим другом. А «Моя спасительница» — широко улыбается Наруто, приобнимая Ханаби за плечи и благодаря за вчерашнюю помощь. Конкура-сан при этом кидает на нее немного насмешливый взгляд, а Тимари-сан пристальный, почти оценивающий. Только Накику-чан никак на нее не смотрит, потому что ей что-то на ухо шепчет Акимичан. Старшая сестра Яхика глупо хихикает, чуть ли не хрюкая, но раз речь идет не о самой Ханаби, то ей не так уже интересно. Ханаби-чан здоровается с ней и Гаара. Вот уж чей взгляд ей по-настоящему интересен. Она улыбается ему в ответ, молясь, чтобы ее щеки не думали розоветь. Наруто как раз отпускает ее, отвлекаясь на Тимари-сан, а Ханаби встает рядом с Гаарой, легко подстраиваясь под его шаг. Выспался, Гаара-кун. Нарочито легко и невинно спрашивает Ханаби. «Надеюсь, что вчера тебе все понравилось. Бар хороший был». Да, бар, Гаара кашляет в кулак и смотрит в сторону. Ханаби очень хочется снова взять его под руку, но они не одни, а такое поведение вызовет слишком много вопросов что к ней, что к нему. «У тебя утром дела были». Я думал. «Клановые». Ничего такого, но мне нужно было этим заняться, ложь срывается с ее губ легко. Она же вообще все отрепетировала, что будет говорить и делать, ничего сложного. Но я помню о твоем обещании. «Перенесем-на». В бирюзовых глазах Гаары читается немой вопрос. Ханаби едва не пищит от радости и улыбается куда шире, чем хотела. Да хоть на ужин. Здесь много где можно поесть не ромен, вот это уже слышит Наруто, тут же заходя с тирадой о том, что именно является самой прекрасной едой в мире. В конечном итоге на ужин они отправляются большой компанией, включающей в себя не только членов его семьи, но и Листен-Тен. Гаары чувствует смутное недовольство из-за этого, но никак не может понять его причину. Он хотел провести время с семьей и друзьями, ему невероятно повезло, что Накику вернулась в деревню и успела его застать, в принципе вся его семья в сборе за исключением Ичи. Надо будет заставить Ирионина взять отпуск, они почти не видятся и в этом нет ничего хорошего. «Когда ты уже переедешь в Суну?» спрашивает у Акими Тимари. Они с Шакамару присоединились к ним чуть позже, но быстро влились в общий гвалт. «Я успела замуж выйти за этого капушу, а вы все еще не женаты». Шакамару закатывает глаза и выдыхает что-то о том, что все это страшно утомительно и проблемно. «У меня есть кольцо», тут же отвечает Акими, демонстрируя кольцо их с Тимари и конкура матери. Ему не обидно, что старший брат отдал его своей девушке, это, в целом, правильно. Гаара-то хоть и Казикаги, а все равно младший брат. Если говорить о внутрисемейной иерархии, то все логично. Вот положит на него какая-нибудь пиголица глаз, будет дело, фыркает Тимари, на что Акими округляет глаза, а конкура начинает хохотать как ненормальный. Во-первых, пиголица тут я неожиданно недовольно говорит Накику, приобнимая сидящую рядом с ней Акими за талию. Во-вторых, укура не встанет ни на кого, кроме нее. Он, по-моему, вообще уже не воспринимает других женщин. Гаара невольно начинает смеяться и вдруг замечает задумчивый взгляд Ханаби. Она тут же улыбается ему и наклоняет голову на бок. Ему становится интересно, о чем она думала, поэтому он наклоняется к ней. Остальные все равно заняты обсуждением каких-то вертихвосток, которые его совсем не интересуют. Одна только Тентен качает головой и пытается угомонить расшумевшуюся Акими, требующую конкретные имена. «Почему ты до сих пор не женился?» — спрашивает его Ханаби без излишнего смущения. Она смотрит на него с любопытством в глазах и постукивает по своим губам указательным пальцем. Гаара очень не кстати вспоминает, как целовал эти самые губы ночью. «Вроде все при тебе, а ходишь холостяком. Уже вот и Нарута не оженился, и Шакамару-кун. Чтобы жениться, нужно хотя бы обзавестись девушкой», — возражает Гаара. Один раз ему уже смотрина устраивали, думая организовать политический выгодный союз. Намочился он тогда сполна, поэтому даже не дает старейшинам думать в эту сторону. Будет у его рода наследник, если не от него, то от конкура. «У меня ее, как ты знаешь, нет». «Это странно», — тянет Ханаби и подкладывает ему в тарелку кусок жареного мяса. Гаара опускает взгляд на ее палочки, потом перекладывает ним, а он запомнил. «Почему?» «Ну, мы же вчера это обсудили. Молодой и красивый Казикаги, мечта всех девушек, почти всех, оставим тех, кому нравится страдать, бегая за всякими идиотами, она говорит об учихе Саске, догадывается Гаара, и не может скрыть улыбку. Это Ханаби его просто не любит или нахваталась Унакику или Акими. В общем, странно, что у тебя нет девушки. Тем более, что в постели у тебя все хорошо». Гаара-кун. Гаара сглатывает и чувствует, что ему становится неожиданно жарко. Он делает глубокий вдох, невольно радуясь тому, что Ханаби от него отвлекла Накику. Он пару мгновений сидит на своем месте, пытаясь собраться с мыслями, а потом встает на ноги и, кидая конкура, что хочет немного подышать, выходит на улицу. На прохладном вечернем воздухе ему в самом деле становится немного лучше. В голове проясняется, хотя и не настолько, чтобы перестать думать о Ханаби. Она с ним флиртует, во всяком случае ему так кажется. Вопрос в том, что ему с этим делать и как себя вести. Они вчера переспали, и ему понравилось. Они вчера переспали, и он даже как-то расстроился, когда не увидел ее рядом с собой с утра. Он вздыхает и растягивает ворот своей кирпично-красной рубашке, чешет прячущийся под ним темный засос. Гаара даже не помнит, когда Ханаби вчера оставила его. Все в порядке. Раздается за его спиной тихий голос. Сай, который присоединился к ним как-то незаметно для Гаары, становится с ним рядом, плечом к плечу, но не прикасается. Гаара, все еще задумчивый, чувствует укол сожаления. Лучше бы вышел конкура, с которым он мог бы поговорить. Или хотя бы попытаться, потому что его старший брат соскучился по своей девушке и теперь от нее не отлипает дольше, чем на пять-десять минут. Да. Душно стало, говорит Гаара и смотрит наверх. Небо сегодня усыпано звездами, но из-за ярких вывесок и свете в окнах рассмотреть всю эту красоту невозможно. В Суне теперь так же, а полюбоваться можно только если выйти за пределы деревни. Адуванчик Чан говорит мне не лезть к людям с советами, ни с того ни с сего выдает Сай. Гаара удивленно приподнимает надбровные дуги, бровей у него как не было, так и нет. Всему виной, кажется, тот эксперимент, в результате которого внутри него оказался Шукаку, а его мать умерла. Но Наруто говорит, что я должен помогать друзьям. Гаара хочет возразить, что они не друзья, но вовремя себя одергивает. На войне они все сражались бок о бок, а после как могли друг другу помогали. Они друзья, просто есть более близкие, а есть менее. Акими и Накику дружат и зовут друг друга сестрами, но при этом же Накику дружат еще с Тимари, а Акими с Хинатой. Дружба бывает разная. Так, кивает Гаара, готовый выслушать все, что скажет ему Сай. Раз уж он хочет ему чем-то помочь, то не стоит отказывать, тем более, что художник искренне старается влиться и вести себя так же, как все остальные. Получается у него это, правда, чуть ли не хуже, чем у самого Гаары. Если ты хочешь что-то, то лучше не сидеть и не ждать сложа руки. Лучше попробовать, чем ждать и бояться упустить момент, произносит это все Сай без лишнего пафоса, голос у него спокойный. Из вас четверых только кукловод понял, что откладывать ничего не нужно. Гаара задумывается об этом. Тимари давно была влюблена в Шакамару, но сошлись они даже не сразу после войны. Он сам пережил свою влюбленность в Накику, получив от нее один-единственный поцелуй, который был нужен ему для того, чтобы положить конец этому глупому чувству. Ее он все еще любит, просто она действительно его сестра. Но кто знает, что случилось бы, будь он честнее и с ней, и с самим собой. Может, тогда и у него все сложилось бы так же хорошо, как у Конкура с Акими. Конкура и Акими притянула друг к другу быстро и крепко. Он помнит начало этой странной дружбы, помнит и то, как девушка в один прекрасный день в Суне стала останавливаться в апартаментах его старшего брата. А теперь у нее на пальце кольцо их матери. Только, продолжает Сай и хлопает Гаару по плечу неожиданно сильно и весомо, не надо обжиматься со своей сестрой. Даже названной. Даже по пьяне. Даже по большой. Гаара моргает, оборачиваясь и глядя в спину Саю. В голосе его была какая-то угроза, которую он никак не ожидал. Это одновременно странно и интересно, но если выбирать между тем, что происходит у Накику в жизни и тем, что происходит в жизни у него, то ему лучше выбрать последнее. Каноха. 14-20 ноября, 22-го года после рождения Наруто. Гааре не удается больше вырваться в Каноху, но зато Ханаби берет миссии в Суну едва ли не так же часто, как Акимичан. Времени там она проводит почти больше, чем дома, к счастью, наследником клана теперь стал Неджиния, поэтому у нее обязанностей стало в разы меньше. Отец, конечно, предпочел бы видеть ее дома чаще, но что он может сделать, если у дочери миссии? Она куно и челеста, в конце-то концов, понятное дело, что у нее миллион забот и обязанностей. Хорошо, что отец не знает, чего это ее вдруг так снова потянуло в Суну. Все же, Ханаби ему ни разу не дала повода в себе усомниться, она вела себя как послушная дочь, так что к ней никак не придраться. Он ничего не знает о ее развлечениях и не узнает о Гааре до тех самых пор, пока Ханаби не приведет его в поместье Хьюга просить ее руки. Ну, или, может быть, немного раньше, чтобы для отца это не стало таким уже сильным потрясением. Хиаша сама, конечно, один из сильнейших шиноби Канохи, но он стал мягче в последние годы, так что стоит его, пожалуй, поберечь. В Суне она старается не докучать Гааре, но и пытается проводить с ним побольше времени. Она уже не в том возрасте, чтобы ходить за ним хвостом, и это с одной стороны играет ей на руку, потому что ребенка в постель бы к себе он точно не пустил, а с другой усложняет ситуацию. Опять же, если бы она росла у него на глазах, то это как раз могло бы и отпугнуть его. Все же, у Акимичан и Конкурасан разница в возрасте всего лишь два года, неудивительно, что они начали встречаться, когда им было по 15 и 17 соответственно, что ли. Ханабе самую малость завидна от того, что у кого-то все так легко, но сдаваться она не собирается. Тем более, что Гаара уделяет ей очень много внимания. Она знает, что он занят, но, тем не менее, он находит на нее время, показывает ей какие-то интересные места в деревне, обедает с ней или ужинает, а иногда, когда она ночует у него, они и завтракают вместе. Секса, регулярного и с одним партнером, в жизни Ханабе тоже становится много. Гаара не дает ей торопиться в постели. И не только в постели. Их едва не ловит в его кабинете, но, к счастью, они додумываются запереть дверь, и нежданный проситель уходит ни с чем, решив, что Казикаги отлучился. Ханабе потом долго смеется, сжимая коленками бока Гаары, и ждет, когда тот с нее слезет. Он все чаще предпочитает какое-то время подержать ее в объятиях, прежде чем отпустить. Ей это кажется прогрессом, она видит в этой добрый для себя знак. По мнению Яхика, она переоценивает большинство поступков Гаары, но от слов друга она отмахивается. Ханабе видит, как он на нее смотрит и считает, что находится на верном пути. Она же видит, что ему нужно не только секс, хотя и тому он рад, а ласка, внимание, тепло. Копировать манеру поведения акимичан у нее и в мыслях нет, потому что мало того, что они с ней слишком разные, так еще и у братьев общего оказывается меньше, чем ей поначалу казалось. Наблюдать за ними оказывается интересно, но конкура-сан интересует Ханабе. Да нет, он ее не интересует совсем, потому что относится к ней хорошо и не пытается никак отвадить от Гаары. Ей кажется, что он ее даже одобряет, но лишних вопросов она не задает. Куда там, если еще даже сам Гаара не спешит дать их отношениям какое-то более внятное определение, нежели секс по дружбе? Дружить Ханабе никак не хочет, она насмотрелась на дружбу Неджинио с Накикучан, она хочет совсем другого, она хочет Гаару и оказывается в этом ужасно жадной. Ханабе-чан, занеси, пожалуйста, отчет Гааре, вяло просит ее Акимичан, останавливая в одном из коридоров резиденции Казикаги. Выглядит она уставшей и немного потрепанной, и Ханабе вспоминает, что рыжая Кимона как раз вернулась с миссии. У меня нет сил к нему подниматься. Чакры вообще не осталось, ненавижу, когда приходится разом и поддержкой работать, и активно в бою участвовать, особенно, когда моих нет. Может, тебя проводить? Акимичан на это предложение только смеется и качает головой, ее уже осмотрел Ичи-сан, поэтому беспокоиться ни о чем, просто нужно отдохнуть. Ханабе провожает ее взглядом, но решает не перечить и не спорить, вместо этого поворачиваясь в другую сторону. Дорогу к кабинету Казикаги она знает уже лучше всего. Два лестничных пролета, свернуть по коридору налево, потом пройти узкую арку, и вот она у его дверей. Она приглаживает волосы рукой, слыша голоса, решает проверить, с кем же Казикаги разговаривает. Баки-сан и старик из Совета, ничего такого, можно входить. Ханабе вежливо стучит и, дождавшись разрешения, открывает дверь. Казикаги сама, она наклоняет голову, но смотрит на него из потупавших на лицо темных прядей лукава и игрива. Гаара едва заметно улыбается в ответ, взмахом руки Веля подойти ближе. Отчет Экимона Акимии о последней миссии. Девчонка сама даже не соизволила подойти. Скрипучий интересуется старик. Гаара кидает ему острый взгляд, но тот то ли не замечает его, то ли игнорирует, продолжая ворчать. Какое неуважение. А ведь она вот-вот станет частью такого уважаемого клана. Экимона, уважаемый в Канохе клан. Как и мой клан, Хьюго, холодно замечает Ханабе, не выдерживая такого пренебрежительного тона. Мы не в Канохе, девочка, чопорно заявляет старейшина, на что Ханабе приподнимает брови. Девочка. Он ее ребенком, что ли, считает. Неджиния и Хинатааны в ее возрасте уже были на войне, а их отцы и того раньше. Он в самом деле думает, что она, будучи из клана Хьюго, до сих пор неразумное дитя, с которым можно таким тоном разговаривать. Достаточно. На сегодня наш разговор закончен, Гаара цедит это так, что даже Ханабе становится не по себе. Подумайте о браке, Казикаги сама. Если ваш брат не спешит проявить ответственность и обзавестись наследником, потому что идет на поводу у своей невесты, то вы должны быть мудрее, заявляет старик, прежде чем Баки-сан почти выталкивает его из кабинета. Ханабе слышит, что он продолжает ворчливо гундить и дальше. Она переводит взгляд на Гаару и отчет ему на стол почти кидает. Это что такое было? В голосе у нее раздражение, которое она даже не пытается скрыть. Гаара только вздыхает и трет пальцами переносицу. Из-за того, что мой брат не торопится со свадьбой, старейшины опять заговорили о том, что нам срочно нужен наследник. Они переживают, что Тимари вышла замуж в Каноху, объясняет он ей и морщится. Уже ведь пробовали мне найти невесту, ничего не вышло. Дали бы уже спокойно разобраться самому, а не навязывать кого-то. У тебя есть я, едва не говорит Ханабе, сжимая руки в кулаки. Он может просто сказать, что они встречаются, он может просто действительно назвать ее своей девушкой, а уж она найдет, как заткнуть всех старейшин так, чтобы они больше даже не думали подходить с вопросом о браке к Казикаге. Но Гаара ничего не говорит, и ей становится обидно. Может, она где-то просчиталась, и он ничего кроме секса и дружбы от нее не хочет? У меня дела, кидается вдруг она, разворачиваясь на пятках и шагая к двери. Гаара вскидывает голову и тут же поднимается на ноги. Вечером не жди. Что? Мы же думали. Я тебе забыла утром сказать, что не смогу, у нее нет никаких планов, но она готова придумать любые, лишь бы не видеть Гаару вечером. Ее душит обида, которую ей непременно нужно от него скрыть. Гаара не понимает, что находит на Ханабе. Она начинает его очень явно избегать, внезапно у нее появляется целая куча дел, которые нельзя отложить ни на один день. Это неожиданно сильно его раздражает, потому что он даже отловить ее не может для разговора. Ханабе определенно использует бикуган, чтобы успеть сделать ноги до того, как он к ней подойдет. Настолько нелепо Гаара себя в жизни не чувствовал, и, судя по веселым взглядам конкура, со стороны он смотрится очень забавно. Остается надеяться, что заметно это только тем, кто действительно его хорошо знает. Еще не хватало, чтобы всем окружающим стало ясно, как оказывается легко вывести из себя Казикаги. Гаара самый молодой Каги в истории, и ему пришлось очень постараться, чтобы его воспринимали всерьез. Добиться уважения было очень сложно, сложнее только оказалось заслужить любовь окружающих. У него появились те люди, которыми он дорожит, и рядом с ними он может позволить себе расслабиться. С ними, с семьей и друзьями, но не с кем-то еще. Ханабе своим поведением лишает его привычного душевного равновесия, и Гаара не знает, что же ему делать. Вроде бы он и не обижал ее, все у них было хорошо, а потом девушка вдруг переменилась. Должна же на это быть причина, верно? Ее просто не может не быть. Чтобы хоть как-то отвлечься, Гаара соглашается сходить в Акасуну вместе с Ичи, конкура и Акими. Его убеждают в том, что ему необходимо расслабиться. Идет он без большой охоты, но надеется, что пара стаканов чего-то крепкого ему пойдут на пользу. Не вовремя Гаара вспоминает их поход с Ханаби и чем они занимались после, и взгляд его становится немного мутным и задумчивым. Секс с Ханаби сделался регулярным явлением, которое обычно спокойный Гаара начал с нетерпением ждать. Ему с ней понравилось, но не только именно это занятие, ее игривые взгляды, веселые улыбки, запах и вкус ее кожи. Кончив и еще лежа друг у друга в объятиях, у них вошло в привычку обмениваться ленивыми поцелуями и просто нежными прикосновениями. Гаара, которому всегда нравилось получать ласку, начал тянуться к ней и в обычное время. Сколько раз она просто сидела у него на коленях и поглаживала его по голове. Сколько раз они переплетали пальцы на совместных прогулках. Сколько раз она устраивалась у него под боком перед сном. Сколько раз они просыпались вместе. Это и многое другое как раз то, что он всегда хотел близость, которой ему всегда так не хватало. Они с Ханаби вначале очень четко разграничивали, когда могут себе позволить лишнее, а когда нет, но постепенно граница начала стираться. Не так, конечно, как у Конкура с Акими, до такого Гаара вряд ли с кем-то дойдет, потому что он сам другой. Его старшему брату с высокой колокольни плевать на то, что о нем говорят, а у Акими есть очаровательная способность не замечать то, что ее ничуть не интересует и не касается. К тому же, оба они оказываются ужасно тактильными, и если девушка, в принципе, такая со всеми, то Конкура, в основном, только с ней одной. Гаара ловит себя вдруг на мысли о том, что был бы не против прикасаться к Ханаби почаще. Например, так, как это делает стоящий рядом с ней парень. Гаара щурит глаза, надеясь, что ему это кажется, но нет. Он видит Ханаби, которая от него бегает, как от огня, с одним из шиноби и щимо, который тут на миссии. Девушка улыбается и наклоняется к нему ближе, когда он манит ее к себе и начинает что-то нашептывать. Видимо, веселая, раз Ханаби начинает смеяться. Какого хрена? Мысль проносится в его голове сама по себе, слышит он в ушах даже не свой голос, а грубоватый, принадлежащий Шукаку, а никак не ему. Он смотрит на Ханаби, выглядящий ужасно довольный рядом с другим парнем, и сжимает стакан так крепко, что тот только чудом не покрывается сетью трещин и не лопается в его руке. Гаара, песок-то по придержи, просит его конкура, обращая внимание на то, как меняется атмосфера вокруг его младшего брата. Он сжимает пальцами его плечо и ищет глазами причину его бешенства. Ты чего завелся? Нормально же все, о-о-о-о! А-а-а! Переспрашивает Гаара, отрывая от Ханаби взгляд ровно на секунду. Это все, что ты мне можешь сказать? А-а-а! Старший брат вдруг ужасно раздражает его, почти как в детстве, когда начинал ехидничать к месту и не к месту. А что ты хочешь услышать? Малышка Ханаби устала тебя ждать и пошла в люди. Что ты хотел то? Конкура опирается локтем на плечо Гаары, задумчиво рассматривая Ханаби с ее новым другом. Ты с ней трахаешься с тех пор, как мы вернулись из Канохи, но у вас нет никаких продвижений, неудивительно, что она решила рассмотреть другие варианты. И ведь то же, чему, ты посмотри. В смысле, тоже. В смысле, помнишь, на войне, когда мы с Генмой сцепились с парнями из камня. Ты еще потом мне песчаный гроб обещал из-за этого. Так вот, Гаара, это ревность, Конкура говорит это с ухмылкой, но он не насмешничает и взгляд у него действительно добрый. Мало кто может сказать, что видел его доброту. И в чему Заака один вздумал увиваться. Я ему руки переломать хотел, когда тот чуть ее не поцеловал. Но она-то моя, да. Конкура вдруг замолкает и чуть хмурится. М-м-м, нет, она уже была невестой. В общем, она моя, а вот Ханаби не твоя же. Она. Действительно, кто она? Они не обсуждали это, просто хорошо проводили время, ни о чем не переживая. Его это устраивало, ее, казалось, тоже. Теперь он ни в чем не уверен, не уверен он и в том, что его действительно все устраивало. Не твоя, Гаара. Такие вещи обсуждаются вслух и выставляются на всеобщее обозрение, чтобы никто не лез, Конкура вздыхает, то ли сочувственно, то ли раздраженно. Вообще он не любит объяснять кому-то простые истины, но для Гаары делает огромное исключение. Разве вы с Акимей что-то обсуждали? Спрашивает он это больше ради того, чтобы оставить последнее слово за собой, но Конкура только хмыкает и ерошит волосы у него на макушке. Сейчас они просто братья, а не Казикаги и его подчиненный. Сколько раз говорить, что ориентироваться на нас это плохая идея? У тебя не может быть так же, как у нас, потому что мы с ней вместе почти 10 лет, вместе у Конкура это даже до того, как они начали встречаться. Вместе, это взаимопонимание, к которому они пришли. У тебя тоже все будет хорошо, но по-другому. Гаара хмурится и отводит взгляд. К ним возвращается Акимей и обвивает Конкура руками за пояс, глупо хихикает и прячет лицо у него в шее. Она, кажется, уже пьянсь, а значит скоро его брат утащит ее домой. Наблюдать за этой счастливой парочкой неинтересно, его куда больше интересует Ханаби, которая в его сторону даже не смотрит. Она все с тем Шинаби, его ладонь у нее на колени, он смотрит на нее жарким голодным взглядом, от которого Гааре тошно. Ему нужно решить, что делать, но смелости ни на что вдруг не находится. Коноха 20-30 января, 23-го года после рождения Наруто Ханаби знать не знает, кому пришла в голову светлая идея назвать бар в центре Конохи, Камуи, но после войны это местечко стало действительно популярным. Она впервые оказалась тут два года назад. Яхика и Канахамару привели ее сюда следующим же вечером после ее дня рождения. Праздновать, как сказала ожидающая их там Мэйги, по-евзрослому. Научилась Ханаби не сразу, алкоголь ей вначале вообще не понравился и она долго потом не могла выйти из ванной, но потом втянулась. Ей понравились даже не цветные коктейли, которые ей поначалу предлагал Канахамару, а более крепкий алкоголь. У Дона, оказавшегося тоже любителем выпить что-то покрепче, это привело в восторг. Кто бы вообще мог подумать, что он окажется в состоянии выпить больше них всех вместе взятых и при этом остаться в более или менее вменяемом состоянии. Ханаби до сих пор не понимает ни это, ни то, каким образом он из страшного хлюпика превратился в очень даже симпатичного парня. Чудом, не иначе. Она поднимает на него взгляд и вдруг бьет кулаком в плечо. «Все вы мудаки!» Заявляет Ханаби, залпом осушает свой стакан и ставит его на барную стойку. «Ради вас стараешься, из кожи вон лезешь. Бреешь ноги», — поддакивает ей уже подвыпившие маяги, обращающиеся непонятно к кому то ли к Канахамару, то ли у Дону, то ли к обоим разам. «Да? А вам хоть бы что, плевать хотели, козлы?» Ханаби резко свистит и хлопает ладонью по стойке, привлекая внимание бармина. «Им всем нужно повторить, они же тут собрались не просто так посидеть». «Ненавижу и презираю». «Что началось то?» Закатывает глаза Канахамару, пока у Дон трет свое плечо. «Мы конкретно что сделали?» «Вы ничего, но это не меняет сути», — Ханаби подпирает голову рукой. «Наверное, дело во мне». «Вот теперь началось», — вздыхает Яхика, садясь полубоком, чтобы видеть девушку лучше. «Ну?» «Давай, что в тебе не так?» «Все». «Я как перестала с ним спать, то все». «Что все?» — уточняет Маяги, фокусируя взгляд на Ханаби и сочувственно хмурясь. «Он все». «Или ты все?» «А кто вообще все?» Гаара, Маяги, следи за разговором, отзывается к Канахамару, отбирая у Яхика сигарету и делая затяжку. Он тут же морщится и смотрит на друга. «Это что за дерьмо?» «Косячок. Отдай, если сам не можешь», — фиркает младший Экимона. Канахамару фиркает в ответ и делает еще одну затяжку. «Вы накуриться решили?» Разъяренно спрашивает Ханаби, отбирая у них сигарету и кидая ее в стакан Яхика. На его возмущенный вопль никакого внимания она не обращает. «Нет бы посоветовать что-то, помочь». «Я тебе уже посоветовал с ним поговорить, но ты же больная, поэтому не стала меня слушать», — ворчит Яхика, печально глядя на свой стакан. Бармен наливает ему новый, но Косячок уже не вернуть. «Ты меня прости, Казикаги сама на том же уровне, что и Наруто. Твоя сестра Сузумаки не сошлась, пока он не получил под зад пинка. Тут то же самое». Ханаби уныло вздыхает, признавая правоту Яхика. Гаара действительно вроде бы и умный, и прозорливый, и понимающий, но не тогда, когда дело касается отношений. Она была уверена, что он быстро влюбится в нее, потеряет из-за чувств голову, и все будет легко и просто. На деле же оказалось, что он спокойный в том числе и в отношениях. Которых у них, к слову, и не было. Ему ищут невесту, а он даже не рассматривает ее как достойную кандидатку. Ханаби себя становится почти до слез жалко. Плакать она, конечно же, не собирается, а просто делает глоток из стакана. Может, тебе кого-то завести, и он приревнует. Вдруг предлагает Маяги, радостно улыбаясь и ударяя себя кулаком по ладони. Это может сподвигнуть его что-то сделать. Еще одна гениальная идея, закатывает глаза Канахамару и присматривается к подруге. Удон, по-моему, ей больше не нужно наливать. Со мной все в порядке. И кого мне завести? Ханаби переводит взгляд с одного парня на другого. Яхика первым решает откреститься от столь заманчивого предложения и выставляет перед собой руку. Выглядит он при этом так, словно готов до последнего защищаться и отстаивать свое право на свободу. Не я точно. Во-первых, у меня есть девушка, во-вторых, Гаара мне родня, в-третьих, никто в это не поверит, в-четвертых, моя сестра просечет фишку. Просто нет, даже не проси, уволь, иного ответа Ханаби не ожидала, поэтому только фиркает. Трус и слабак, как еще ей его назвать? Я тоже пас. У меня завтра миссия на месяц, поэтому никак не смогу помочь, находит, что сказать Канахамару. Остается один только Удон, который неловко пожимает плечами. А я просто хочу жить. Долго, счастливо и со своими руками и ногами, присоединенными к телу, в этот момент Ханаби понимает, что ей ни на кого нельзя положиться. Из бара они расходятся уже во втором часу ночи. Ханаби на свежем прохладном воздухе становится получше, ее уже так не ведет и голова не кружится. Она машет рукой Канахамару и Удону, которые тащат Майги домой, и останавливается около Яхика. «Тебя проводить, дурная голова?» Спрашивает он, рассматривая звездное небо над их головами. Ханаби тоже откидывает голову назад и тут же начинает покачиваться. Яхика молча придерживает ее за плечо. «Понятно, проводить. Давай, может, к Кикуана. Неджи не станет до тебя докапываться, если узнает, что ты у нее переночевала». Ханаби рассеянно кивает и смутно помнит, что происходит потом. Яхика доводит ее до мастерской Чиву-сенсея, там их встречают на Кикучан этот, она вдруг забывает имя художника, хотя прекрасно знает его. Он товарищ по команде Наруто, замена учихи Саски. Так его, разумеется, никто уже не завет, да и любит его куда больше блудного представителя вырезанного много лет назад клана. Кажется, это его руки ловят ее, когда она, вдруг начиная смеяться, падает вперед. Сай. Точно, как она могла забыть? Когда ее похитили и лишили зрения, это ведь он ее Инесс. Стыдно, думает про себя Ханаби и пытается что-то сказать, чтобы извиниться, но сбивается с мысли и начинает бессвязно бормотать, глупо хихикая. У Сая красивые волосы, а у Накику глаза, что она то ли говорит вслух, то ли нет. Просыпается она уже позже. На лбу у нее мокрая трепица, а рядом сидит взъерушенная Накикучан. «Прости меня, пожалуйста», — жалобно просит Ханаби. Она смотрит на девушку грустными глазами и чувствует себя не той уверенной принцессой из клана Хьюга, которая затащила Казикаги в постель и радостно кувыркалась с ним все то время, что была в Суне, округлой дурой, влюбившейся и не знающей, как к себе привлечь внимание. Акимеймото ведет себя хуже, когда напивается, успокаивает ее Накикучан и осторожно обтирает ее лицо трепицей. Не хочешь рассказать, почему наклюкалась до такого состояния? Потому что дура печально признает Ханаби, повторяя слова Яхика. Потому что мне нравится Гаара, а я ему нет. Лицо Накику вытягивается, но Ханаби не может понять, оттого это, что она не ожидала такого признания, или оттого, что не догадывалась об этой влюбленности. Так или иначе, это не важно. Гаара в Каноху в ближайшее время не собирается, а ей теперь даже в Суне показываться не хочется. Неприятно признавать, что она лишь забавный эпизод, когда хотела стать чем-то большим. Вообще-то Гааре совершенно нечего делать в Канохе. Об этом знает и глумящийся Конкура, получающий удовольствие от растерянного вида своего младшего брата. Об этом знает и Совет, недовольный тем, что Казикаги не спешит обзаводиться семьей, желательно в срок девяти месяцев, наследником. Об этом знает и встречающий его у ворот Тимари, который окидывает его таким взглядом, что удержать маску сдержанного равнодушия на лице оказывается ужасно сложно. Сестра видит его насквозь, да и Накику, к которой они приходят тем же вечером, тоже. Присутствие Сая его уже даже не удивляет. С тем, сколько он ошивается около Накику, можно подумать, что между ними что-то есть. Несколько мгновений Гаара размышляет об этом, переводит взгляд с одного на другую, но решает ничего не спрашивать и ничего не думать. У него все давно уже прошло, отболев и забывшись. Первая любовь не для всех становится единственной и последней, не у всех она счастливая и взаимная, не всем она приносит много счастливых воспоминаний. Есть, конечно, и дождавшиеся Наруто Хинато, но вот Наруто был когда-то влюблен в Сакуру. Есть сама Сукура, дорвавшаяся до своего драгоценного Саски-куна, непонятно только, что в голове у самого Учихи. А есть Санкура и Акими, которым никто кроме друг друга и не нужен. Гаара будет рад, если Накику будет счастлива. С Неджи она счастлива не была, да и сам Хьюго тоже не был счастлив. Куда лучше быть счастливыми порознь, чем несчастными вместе. Думая о себе и Ханабе, он задается вопросом, а как все может сложиться у них. Говорить Гаара в состоянии только за себя, и пока ему, привыкшему к Ханабе как-то слишком быстро, без нее не так уже хорошо. Не смертельно, не тоскливо, не беспокойно. Он живет так же, как жил раньше, но хуже, все не так ярко и интересно, ему не так свободно дышится. Его подмывает спросить у Конкура, но брат уже сказал, что сравнивать их ситуации неправильно. Гаара с ним согласен, поэтому свои вопросы держит при себе до тех самых пор, пока Тимари не толкает его на стул и не нависает над ним. Старшая сестра упирает руки в бока, глядит на него так грозно, что он не может не попытаться вспомнить, уж не разозлил ли он ее чем-то. Прошло то время, когда Тимари не могла себя так с ним вести, а он нисколько ее не боялся. Страх — это не только ведь боязнь удара, это еще и боязнь неприятного разговора с тем, кто дорог и важен. Семья Гааре очень важна. Она маленькая, неполная, но самая хорошая. — Я всегда думала, что если один из моих братьев будет страдать херней, то это будет он. Тимари кивает на Конкура, чье лицо вытягивается так, что с губ Гаары срывается смешок. — Да почему я-то? — восклицает он, двигая стул и садясь на него так, чтобы спинка оказалась перед ним и он мог устроить на ней свои руки. — Я всегда был у тебя крайним. Кура, твой характер и ты, хмыкает Накику, разливая кофе по стаканам, которые успел достать Сай. Они разномастные, но никто на это внимания не обращает. — Но, правда, Гаара, ты отличился. — Нормально, — отличился он, а упрекают меня. — Нет, ты слышал? — Обращается Конкура к Саю, тот кивает и вздыхает, явно принимая сторону своего товарища. После войны они как-то незаметно сдружились. — Захлопнись, пока не о тебе речь. — Ты и Ханаби. — Серьезно, Гаара? — Девчонке шестнадцать лет, а ты вздумал пудрить ей мозги. Продолжает Тимари, сверляя его недовольным взглядом. Гаара хмурится, не понимая, о чем говорит его сестра. — Что ты вылупил, Сато? — Он за тобой еще когда в первый раз оказалась в суне хвостом, едва не ходила и смотрела такими влюбленными глазами, что только слепой бы не заметил. Или человек с плохой социальной адаптацией вставляет свое веское слово «сай», в чьем голосе слышится осуждение. Пей кофе молча, тут же одергивает его Накику. Не затыкай его, когда он дело говорит, ступается за художника Конкура. Они с Накику сталкиваются взглядами, завязывается безмолвное противостояние, на которое Гаара, к такому привыкнув, не обращает внимания. Я не пудрю никому мозги. Мы с ней просто проводили хорошо время, Гаара не выдерживает и смотрит в сторону. Ага, поэтому она тут напивается и собирается всякие глупости делать, а ты похож на потерянного тушканчика. Гаара, возьми себя в руки и реши, что ты делаешь с девочкой или ты объясняешь ей, что у вас ничего нет, не было и не будет, или берешь на себя ответственность. Тебе 22 года, думай головой, а не головкой. Конкура начинает громко ржать, и Тимари переключается уже на него. Что там успел сделать его старший брат, что получает от нее отповедь, Гаара не знает. Он даже не слушает пререкания членов своей семьи, занятой размышлениями о Ханабе. Ему кажется, что у них что-то может получиться, но ему нужно поговорить с ней. Что, если она не хочет, и он сам себе что-то придумал? Ей же, правда, 16 лет она может и просто развлекаться. Ответы на свои вопросы Гаара может получить только от нее. Он ненавязчиво спрашивает у Наруто, где Ханабе, но та, на его счастье, сама заглядывает в кабинет Хакаги. Весь интерес к другу Гаара тут же теряет, смотрит на удивленное лицо девушки, но она быстро берет себя в руки. У нее к Наруто какое-то дело, задерживаться ей не нужно, и она спешно выходит, явно собираясь улизнуть от него еще раз. «Мне нужно поговорить о чем-то с Ханабе-чан», тут же говорит Гаара и, не дожидаясь ответа захлопавшего глазами Наруто, уходит от него, выскакивая в коридор. Ханабе он нагоняет этажом ниже и ловит за локоть, останавливая. Девушка неохотно к нему поворачивается, не улыбается и выглядит то ли расстроенной, то ли обиженной. «Привет!» «Привет», — отвечает она и смотрит на пальцы, сжавшиеся на ее локте. Гаара тут же разжимает их, но опускает руку ниже и ловит ее ладонь. «Я не знала, что ты будешь в Канохе. У меня тут дела появились неожиданно», — врет Гаара, потому что ничего неожиданно не случилось, он специально нашел маломальский достойный повод, чтобы смотаться сюда. «Я хотел поговорить». «Я тороплюсь», — уклончиво говорит Ханабе и вдруг стреляет на него глазами из-под своих густых темных ресниц. «У меня свидание». Гаара молчит, медленно моргает и отпускает было ее ладонь, но тут же сжимает заново. Он хмурится, переживает бурю, которую в нем поднимает мысль о том, что у Ханаби будет свидание с кем-то. Ему не нравится, что она куда-то хочет сходить и не с ним. Ему не нравится, что кто-то еще будет держать ее за руку. Он облизывает губы, смотрит на девушку и вдруг тянет ее к себе прямо посреди коридора. «Да», — выдыхает Гаара перед поцелуем. «Со мной». Ответственность на себя он уже взял, что дальше? Каноха. 30 января 12 года февраля, 23 года после рождения Наруто. Свидание вполне предсказуемо заканчивается в той квартире песчаников, которую им отводят на время всех дипломатических визитов. Гаара, конечно, пытается вести себя прилично и правильно, потому что это их первое официальное свидание. Не первое фактическое, в Суне они проводили много времени вместе и отнюдь не только трахаясь как сумасшедшие. Ханаби умиляют до глубины души те взгляды, которые она на себе ловит, и она не может перестать улыбаться. Гаара сам по себе прохладный и строгий, колючий, как его любимые кактусы, но это только снаружи и в начале. Ей нравится то, каким он может быть на самом деле, какие у него теплые руки и ласковые улыбки. Видимо, это свойство всех песчаников, потому что и у Тимари-сан она замечает эту мягкую сторону, и на Кикучан доброе и внимательное, и конкура-сан Сакимичан постоянно милуется, только он при этом не думает о том, что о нем подумают вообще лица с ней не держит. Ей не хочется, чтобы Гаара вел себя так же, его доброту она не хочет показывать никому. Кроме, разве что, семьи, потому что семья — это самое главное, что у них всех есть. Ну и, конечно же, друзей, хотя и тут нужно быть разборчивее. Ханаби вздыхает, опираясь локтями на столик в баре, в котором они с Гаарой устроились после прогулки, и рассматривает своего парня. Звучит так забавно, что она невольно начинает хихикать. «Не скажи, что ты уже», — Гаара смотрит на нее и чуть улыбается. Волосы он больше не зализывает и выглядит так хорошо, что ей хочется его поскорее поцеловать. «Уже что?» Намокла от мыслей о твоем языке на моем клиторе. Лукаво улыбаясь, спрашивает Ханаби и смеется, когда выражение Гаары становится каким-то удивленно заторможенным, а взгляд темнеет. Не давится ничем он только из-за того, что не успел сделать глоток из своего стакана. «А, или ты говоришь о том, не пьяная ли я уже?» «Нет, смотри, могу коснуться своих губ. Может быть, она все же немного пьянсь, потому что она обхватывает кончик своего указательного пальца и очень выразительно смотрит на Гаару. Она точно знает, что он вспоминает, ее рот, зажатый его рукой то, как он засунул в него пальцы, а она пошло их облизывала и обсасывала, бессовестно водя языком по чувствительным подушечкам. Дразнить Ханаби его ужасно нравится, потому что она точно знает, что так его с ума никто кроме нее не сводит. И не сведет, потому что она никому его не уступит. Гаара сглатывает, Ханаби видит, как дергается его кадык. Ей хочется прижаться губами к его шее и оставить несколько ярких и сочных цветов. Ей вообще ужасно хочется его всего разукрасить, чтобы все видели, что он занят и даже не думали на него претендовать. Если с одного взгляда будет ясно, что он не один из затраханной до счастливого состояния, то наверняка и конкуренция будет меньше. С другой стороны, кто-то ведь может еще больше заинтересоваться в умениях молодого Казикаги в постели. Ханаби бы вот точно заинтересовалась. «Вообще-то я думал вначале поговорить с твоим отцом», — хрипло сообщает ей Гаара. Ханаби закатывает глаза, думая о том, что с ее семьей он может пообщаться и попозже. В Суну ему возвращаться через два дня, успеет еще. «На мне нет трусиков», — говорит она, хотя это и неправда. Просто это точно то, что заставит Гаару забыть обо всем и потащить их в квартиру, которую конкур любезно освободил. После войны он ночует в поместье Экимона, даже если Акими там нет, ее дядя привечает его как зятя, что всех устраивает. «На мне нет трусиков, и я хочу или твой язык, или пальцы, или член Гаара, но лучше все по очереди, а что-то вместе». Ей кажется, что она видит за его спиной поднимающиеся в воздух песчинки, когда он резко поднимается на ноги. Хорошо, что счет она предусмотрительно заставила его оплатить сразу, иначе бы еще пришлось ждать, а так он тянет ее за собой, не дает даже задержаться нигде. Ханаби от этого и смешно, и горячо, она предвкушает очень жаркую ночь. Едва за ними закрывается входная дверь, как Гаара толкает ее спиной к ней. Ханаби открывает рот сразу, пропуская его язык внутрь и пальцами ищет застежки его костюма. Ткань ее нервирует и бесит, ей нужно поскорее его раздеть, чтобы ладонями почувствовать тепло его кожи. Гаара ужасно красивый, стройный, подтянутый, со светлой кожей и едва-едва заметной россыпью веснушек на плечах. Ханаби его видеть хочет, восторженно вздыхает, когда его одежда падает на пол неаккуратной кучей, и он принимается оголять ее. «Ты сказала, что на тебе нет трусиков», — отвлекает ее Гаара, вдруг останавливаясь и глядя вниз. «Она перед ним в них только и стоит, а должна уже без». Ей хочется его поторопить, но Гаара опускается на колени, пальцами тянет ставшую влажную ткань вниз и кидает куда-то в сторону. Вид его рыжей головы между ее ног мог бы заставить ее намокнуть, но она уже течет от возбуждения. Одна ее нога оказывается у него на плече, второй она балансирует, стоя на носочках, и цепляется за дверную ручку пальцами, потому что Гаара придвигает ее к себе и проходит языком по ее половым губам, раздвигает их и начинает посасывать набухший чувствительный клитор. Это не первый раз, когда он ее лижет, но она соскучилась, поэтому все кажется ей особенно ярким. Ханаби хнычит от того, как ей приятно, а еще приятнее, когда его ладони сжимают ее ягодицы и мнут их. Нет, даже если бы она его не любила, то после такого бы никому не отдала. Ханаби очень хочет кончить на его члене, но в итоге кончает от того, как он трахает ее языком. Она вскрикивает его имя, дрожит и толкает его голову ближе к себе, а потом смотрит осоловела на потемневшие губы Гаары, растянутые в неожиданно хищную улыбку, и мокрый подбородок. Она умрет под ним или на нем от перевозбуждения, прекрасная будет смерть. Потом, когда они уже вместе лежат в кровати, и у Ханаби между ног все завтра будет прекрасно найти тянуть, она устраивается у него на груди и внимательно смотрит на него. Гаары под ней теплый и расслабленный, у него на шее и ключицах темнеют засосы, а губы зацелованные и припухшие. Что такое? Гаары поднимает тяжелые веки и смотрит на нее, удивляясь неожиданно серьезному выражению лица. Ладонь, которой он поглаживает ее между лопаток, неуверенно замирает. Что? Ты же не передумаешь? Подозрительно щурись, уточняет Ханаби. Передумаю. Переспрашивает Гаара, действительно не понимая, о чем говорит девушка и к чему она клонит. Ну, вернешься в Суну, послушаешь этих вонючих стариков и решишь, что тебе в самом деле нужно жениться вот прямо сейчас на какой-нибудь. Ханаби хмурится, на секунду смотрит куда-то в сторону, что-то вспоминая. В общем, на ком-то вроде той мыши, которую тебе сватали. Нет, такого точно не случится, на его лице снова появляется та редкая улыбка, от которой у Ханаби сердце сладко замирает. Я же завтра иду к твоему отцу. Он принял Наруто, примет и тебя, не переживай, Ханаби тянется к нему за быстрым поцелуем, а потом скидывает с себя покрывало и садится, седлая его бедра. Она опирается локтем на подушку под головой Гаары и тянется к пачке презервативов, потому что отдохнула и хочет еще. Если ты будешь хорошим мальчиком всю ночь, я даже помогу тебе завтра ему понравиться. Хорошим мальчиком. Гаара усмехается и накрывает ее грудь ладонями, наслаждаясь тем, как хорошо она в них помещается. Ханаби довольно вздыхает и выгибает спину. Да, хорошим мальчиком с твердым членом, с этим у него проблем возникнуть не должно, в этом Ханаби успела, к счастью, убедиться. Конкура, будто бы чуя, что сейчас к Гааре собираются наведаться старейшины, очень вовремя делает ноги. Избранница Казикаги приходится совету по душе всем, кроме возраста ей все еще не исполнилось даже 17 лет, а это значит, что с браком придется подождать. От Казикаги они отстают, зато снова сосредотачиваются на его старшем брате, чья невеста уже вполне могла бы взяться за ум. Меньше всего он хочет обсуждать это с ними в очередной раз, поэтому просто предпочитает по возможности избегать стариков. Гаара его не винит, но чувствует легкое раздражение от того, что со старейшинами иметь дело приходится ему одному. Не сказать, что он тоже в восторге от всех этих бесполезных разговоров, но в отличие от Конкура сбежать не может. Минусы того, что он Казикаги, как раз в том, что ему от ответственности никуда не деться, даже когда очень хочется это сделать. Ему ведь и самому не нравятся бесконечные разговоры об одном и том же, хотя тревоги стариков и ему понятны. С ними даже и не так уже сложно, просто не тогда, когда они заводят свою любимую песню об обязанностях членов их клана, женитьбе и наследниках. Он вздыхает и трет глаза, как вдруг слышит шум в коридоре. Дверь в его кабинет распахивается настиж, Ханаби ему ослепительно улыбается, но тут же поворачивается к нему спиной. Казикаги сама занят, заявляет она, и Гаара видит в дверном проеме лицо одного из старейшин. Вы же хотите, чтобы у него поскорее появился наследник, значит не мешайте. Какая дерзость! Задыхается воплем старик, на что Ханаби чинно кланяется, как и положено дочери благороднейшего клана Канохи, и закрывает перед его носом дверь, которую еще и запирает. «Это невозможно, недопустимо, наглость!» Старик еще что-то кричит, но звуки его голоса начинают отдаляться. К счастью, караулить в коридоре в его планы явно не входило. «Привет», — говорит она Гааре, подходит к нему и тянет за ворот к себе. Он послушно поднимается, встречается с ней губами в поцелуе и не замечает, как она толкает его на диван и садится ему на колени. «Я соскучилась, а ты?» «Я тоже», — Гаара зарывается пальцами в ее волосы и целует снова. Ханаби немного потная, ей точно нужно в душ, чтобы смыть с себя и пыль, но Гааре плевать. Он уже спускается поцелуями к ее шее и развязывает ее пояс, держащий полы косоды вместе. Его ладони проникают под него, тянут с плеч, и он стонет. Наконец-то чувствуя ее кожу и почти зарываясь лицом в грудь девушки. «Да, ты точно соскучился», — голос у Ханаби довольный, она почти мурчит, как кошка, и вздыхает, когда его рот находит ее сосок, а пальцы щипают и выкручивают второй. «Я взяла первую попавшуюся миссию, чтобы меня сюда отправили. Даже не вчитывалось, что от меня требуется». «Разберемся», — хрипло отзывается Гаара и скользит языком по солоноватой коже. «Ты надолго?» «Две недели». «Ты успеешь меня затрахать, может быть, даже сделать мне ребенка», — Ханаби вдруг сжимает волосы у него на затылке, заставляя его откинуть голову назад. «Мне кажется, что это неплохая идея». «Тебе в марте семнадцать», — напоминает ей Гаара, облизывая губы и прикусывая пальцы Ханаби, когда она скользит по ним. «Твой отец не разрешит». «Хочешь, чтобы он и твой брат меня убили?» «Я уговорила его на сентябрь». «Решила, что иначе тебя тут заклюют», — она наклоняет голову на бок и вдруг неуверенно хмурится. «Ты же не против?» Ханаби идет напролом, добивается своего и не дает ничему и никому себя остановить. Он смотрит на нее и улыбается, спихивает вдруг с себя, толкая ее к спинке дивана. Ханаби понятливо выгибается, расставляет колени и смотрит на него через плечо. «А даже если я против, тебя это остановит». Он не удивляется, когда она мотает головой. Гаара даже не сомневался, потому что девушка делает с ним все, что хочет, бессовестно веревки вьет, а ему это и нравится. «Ну, тогда зачем спрашивать?» «Приличие ради». «Вдруг я тебя неволю», — она вскрикивает, когда он шлепает ее по выпеченной заднице, и тут же стонет, потому что Гаара скользит по ее промежности пальцами. «Не хочу, хочу член». «Меня от пальцев тошнит, я все то время, что тебя не видела, своими себя трахала». «Пожалуйста, Гаара». От мысли о том, что девушка сама себя ласкала, думая о нем, Гаару аж передергивает от возбуждения. Он накрывает ее тело своим, целует в шею и вдруг вспоминает, что презервативов у них нет. Когда он уже думает отстраниться, Ханаби заводит руку назад и царапает его шею ногтями. «Я перешла на таблетки», — сообщает она ему и толкается бедрами назад. «Давай уже, Гаара, я больше не могу». Ханаби мокрая и тесная, она сжимает его член так, что Гаара хрипло стонет. Вообще-то заниматься сексом в кабинете Казикаги неприлично. Он не должен идти на поводу у своей страсти и у ее сумасбродства, но сопротивляться у него никаких сил нет. Он соскучился, он устал дрочить, да, на те пикантные фотографии, которые девушка впихнула ему в руки на прощание, пообещав в следующий раз сделать новые, если эти ему понравятся, и просто устал быть один. К хорошему оказалось очень легко привыкнуть. Хорошая для него Ханаби, которая ласковая, как кошка, такая же страстная, будто у нее всегда март, и при этом страшная. Гаара бесконечно уважает Хинату, которая еще и жена его друга, но Ханаби вызывает трепет. А у него сразу по нескольким причинам. Девушка под ним громко стонет и царапает обивку дивана, на его член она насаживается сама, сжимается на нем и подгоняет. Наверное, их слышно в коридоре. Наверное, ему бы попросить ее быть тише, но он только может зажать ей рот ладонью, да и то в других целях. Ему нравится, как Ханаби обхватывает губами его пальцы, с пошлым звуком сосед их и потом вскрикивает, когда эти же мокрые пальцы прижимаются к ее клитору и щипают его. Кончает она с его именем, так что ни у кого даже сомнений не возникает, под кем она сейчас, и Гаара следует за ней, выдыхая уже ее собственное протяжно и восторженно. Он утыкается лбом ей между лопаток, тяжело дышит и дрожит так, словно его бьет озноб. Я сейчас отдохну, а потом мы пойдем домой, и я тебе отсосу. Или отсосу сейчас, сорванным голосом обещает ему Ханаби и опускает руку вниз, осторожно касается его, пока еще не вышедшего из нее. Пачкает спермой он ее впервые, что ему кажется чем-то ужасно горячим. А потом мы трахнемся в душе. Я хочу помыться с дороги. Их свадьба в сентябре, а дом у нее уже тут. Это заставляет Гаару рассмеяться и поцеловать ее в шею. Кажется, он нашел то, что всегда искал. Каноха. 30 января 12 февраля, 23 года после рождения Наруто. Мичеру рождается 31 декабря, и уже в начале января в Суне появляется вся та часть семьи Казикаги, что живет в Канохе. На Надайме вырваться не сумел, как не вышло это и у Шакамару-кун, но вот их жен с детьми ничего не остановило. С ними же отправились и на Кикучан с Саэм-кун, скинувшие своих двоих на Иначан и Генму-сан. В конце концов, они достаточно сидят с тройняшками Ширануэ. Яхика, который, к тому же, соскучился и по сестре, и не джине Схиаши-сан. Тентенчан еще не вернулась с миссии, но обещалась сразу после заглянуть в Суну и уже оттуда отправиться домой. На суету вокруг своего сына Ханаби смотрит с улыбкой на лице, совершенно довольная тем, как все сложилось. Вышла замуж в 17, забеременела, родила в 18, все прекрасно. Если до 25 успеет родить еще одного или двух, то потом можно будет наслаждаться жизнью и ни о чем уже не переживать, спокойно воспитывая детей. Гааре, наверное, захочется иметь большую семью. Она у него уже есть, потому что у Тимари-чан есть муж и маленький сын, через Ханаби он породнился с Наруто, которого и так считал всегда за брата, а когда Канкура-кун наконец-то женится на Акимичан, то все будет еще лучше. Может, кто-то из их детей породнится с детьми на Кикучан? Она-то воспринимается всеми как часть семьи, но ведь будет куда лучше, если все станет официально. Ханаби не заглядывает в будущее так далеко, просто ей очень хочется звать ее невесткой или как-то еще. Ты посмотри, Кура, тебя все обскакали. У нас самые долгие отношения, передразнивает его Наруко-кун, который передают Мичеру. Она прижимает его к груди и рассматривает, прежде чем передает обратно Хиаши-сан, нетерпеливо ждущему, когда ему вернут внука. Он был не самым ласковым и чутким отцом, но зато дед он бесподобный, с внуков готов сдувать пылинки, и Ханаби уже страшно представить, как он будет баловать Баруто и Химавари. С Мичеру то сложнее, потому что он в другой деревне, а вот эти двое. Впрочем, Хината-ан как-нибудь разберется. Ее старшая сестра может быть строгой, когда захочет так, что у нее должно получиться не позволить окружающим, совсем уже сбаловать ее детей. Отстань, пиглица, как ты замуж вышла я до сих пор не понял, огрызается Канку-ракун, но голос у него ничуть не злой и не обиженный. Он щипает на Кикучан пониже спины, на что она взвизгивает и устраивает с ним потешную потасовку. Посмотришь и не скажешь, что им там не за горами по тридцать лет будет. Проходящая мимо Акимичан смотрит на них ровно секунду и закатывает глаза. Ты хотя бы знал, за кого она может выйти замуж, желчно отмечает она, кажется, так до конца и простившая то, что от нее отношения дорогой названной сестры скрыли. Все вроде бы было очевидно, но это она признавать отказывается. Я не виноват, что ты ничего не заметила. Канку-ракун перехватывает на Кикучан так, чтобы она не могла больше его лупить. Говорю же, тебе когда неинтересно, ты ни хрена не видишь. Дату свадьбы изменю, будешь знать, это привлекает внимание уже Тиморичан. Она отпускает Шокодая и поворачивается к брату, глядя на него полными недоумения и обиды глазами. Почему она не знает? Вы решили? Спрашивает это, как ни странно, Неджиния, держащий на руках задремавшую химоваре. Да, отзывается он, отмахиваясь от своей невесты, которая тут же заявляет, что нет. Из принципа на самом деле. Август. К дню рождения Пеголицы. Как это мило, немного придушина говорит на Кикучан и победно фыркает, умудрившись ущипнуть канку-ракуны еще раз. После этого ей удается выпутаться из его хватки и вернуться к мужу, который за этой картиной наблюдал с вежливым интересом. Гаара уйдет в отпуск, и мы тоже там будем, вставляет Ханаби, широко улыбаясь и глядя на мужа. Каждому свое, но ей кажется, что у нее самый лучший. Вечером, когда они остаются одни, а Мичеру перекочевывает к Тиморичан, пожелавший провести с племянником побольше времени и поскандаливший по этому поводу с Хиаши-сан, которого Неджиния и Хинатианы пришлось успокаивать, Ханаби устраивается на своем муже и улыбается ему. «А представь, если бы я тебя не соблазнила!» Смеется она, целуя его в губы. «Был бы с какой-то тухлой рыбиной, а не со мной. Не хочу это представлять, Гаара, оказывается, умеет смешно морщиться, точь-в-точь, как делает это Тиморичан. Он умеет и посмеиваться, как делает это Конкуракун, но больше всего Ханаби нравится его смех, такой красивый, что ей его хочется слушать и слушать. «Никого, кроме тебя, не хочу. И не получишь», — заявляет она, продолжая покрывать его лицо легкими поцелуями. «И не захочешь. Я тебя себе забрала и никому не отдам. Потому что она любит его, а он любит ее, и точка». Продолжение следует...